Добрый день! Люди сюда пришли в основном интересующиеся космоэнергетикой, очень много кто обучался в разных школах. Значит, чтобы не было лишних вопросов, попробуем поставить точки над «и». Значит, если вы собрались здесь, вы уже убедились, что такое космоэнергетика и как она работает. Но к чему я клоню, что не имеет значения абсолютно, что люди присобачивают к лечебным практикам в космоэнергетике. Именно присобачивают. Значит, эти дороги все ведут в тупик. То есть, получается, как сетки на базе космоэнергетики. Космоэнергетика, она не несет в семье никаких религий абсолютно. Это чистая, уже научная практика, научная такая теория. И вот тут приехали люди с Махачкалы, сейчас привезли мне статьи академика одного. Он уже доказал космоэнергетику формулами. Все это присутствует, все это и есть. Значит, учитывать надо, что школа космоэнергетики сама по себе очень жесткая. Очень жесткая. И идет недопонимание этого. Люди работают без защиты, например. Вот. Естественно, за это будет определенное наказание. За вашу невнимательность, за то, что вот у вас все получается, зачем защитать. Проходит время и идет загрузка, потому что работает без защиты. Сама космоэнергетика, она как учение, как учение закладывалась именно так, чтобы этим мог владеть любой средний человек. Не имеет никаких экстрасенсорных способностей определенных, чтобы все у него получалось. Когда человек, ну скажем так, интересуется вообще экстрасенсорикой, естественно, у него голова работает в этом направлении. Вот. Он что-то хочет, хочет чего-то добиться. Человек, который не получил самостройку в частоты космоэнергетические, именно в космоэнергетике мы разыграем такого человека, что это гриф от гитары вместе со струнами. Вот. Но деки самой на гитаре нету. И как бы вы струны не дергали, звука не будет. Как только человек получает самостройки в частоты, вот, соответственно, он получает деку, усилитель. Поэтому мы говорим, космоэнергетикой должен заниматься элементарно порядочный человек. Не надо быть сильно порядочным. А элементарно порядочный человек, у которого в душе что-то есть, эти качества начинают усиливаться. Значит, у многих, кто начал заниматься космоэнергетикой, ну, полностью поменялась жизнь. У многих. Вот. То есть, те качества, которые в вас присутствуют, с помощью самонастроев космоэнергетические частоты, они как раз-таки усиливаются. Если вы безразличен, вы будете более безразличным. Если вы добрый человек, вы будете более добрым человеком и так далее. Космоэнергетика в чистом виде буддийский блок. Начнем с этого. То, что много кричали, буддийский блок не работает, там, и прочее, прочее, прочее. Все это работает, вы в этом убедились. Но, несколько лет назад, скажем так, пришло такое, что люди, которые нарабатывают буддийский блок, только буддийский блок, не надо даже лезть дальше, вот, наработанный блок, ну, скажем, даже не полностью, а где-то 15 частот наработанных, они дают открытие паранормальных способностей у людей. Только управление этими способностями из 100% идет процентов, скажем так, 20. Вы можете управлять определенными событиями. Космоэнергетика построена таким образом, что даже иногда шутливо сказанная фраза, шутливо сказанная, безразлично сказанная фраза срабатывает. Здесь присутствуют люди, которые убедились на собственном опыте, вот, можно было, допустим, пошутить, таким образом я не буду жить с женой. Он получил этот вариант, но нельзя сказать, что это плохо. Когда ситуация была разобрана по косточкам, оказывается, так и должно было быть. Это по буддийскому блоку. Но буддийский блок, лечебный блок и подарочный. Что значит подарочный? Мы говорим, что у космоэнергетики, в принципе, другие цели и задачи, а не лечение, нецелительство. Но те здесь сидят в основном целители, здесь воинов всего несколько человек. То есть, те мои ученики, которые начали преподавать мощную космоэнергетику, они преподавали только целительские практики. То, что в космоэнергетике считается побочным продуктом. В космоэнергетике хорошим, великолепным, отличным продуктом, но побочным. Попробую как-то по-другому, наверное, объяснить. В принципе, человек, который все настроен на частоты буддийского блока, ему не обязательно их нарабатывать. Не обязательно работать с этими частотами, чтобы быть целителем выше средней руки. Поэтому буддийский блок считается подарочным. Он может работать без наработки. В магическом блоке там уже посложнее, и основная масса частот, она и требует наработки и управления этими частотами. Что происходит дальше? Значит, если идти поэтапно, человек нарабатывает какое-то количество частот буддийского блока. Опять-таки, какое-то количество частот блока магистров и магического блока. Почему какое-то количество? Есть частоты, которые нарабатываются очень сложно. Очень долго, поэтому какое-то количество. В этом случае человек научается управлять энергией. То есть целительские практики были созданы для того, чтобы он минимально научился локально направлять пучки потоки энергии в определенные области человеческого организма. Со временем, со временем вот этой наработки, мы подходим к тому, что можно, занимаясь с людьми, сонастраивая их на частоты, открывать этим людям параллельные меры. Параллельные меры существуют, это доказано. Доказано Шиповым, Гальцевым. Ну, Шиповым вообще сейчас запретили публиковать. Мы смотрим по телевизору много необъяснимых эффектов и явлений. Это явления параллельного мира. Значит, сейчас разработана методика, что пять миров, параллельных миров, мы практически человека научаем открывать эти вуали почти безопасно. Почти. Что значит почти безопасно? Если вы получили права на управление автомобилем, это не дает гарантии, что вы не разобьетесь. Вот. Значит, если у вас нет прав, у вас нет гарантии, что где-то на пешеходном переходе вас не сойдет машина. Вот. Соответственно, с последних групп, которые работали с правильными мирами, в последней группе это десять человек, вот, крышу сорвало только у одного. Вот. И продолжительно, правда, дней на двадцать. Значит, как происходят настройки в этом случае? Ужно-энергетика это такая интересная штука, которая может объяснить практически любое явление. Мы объясняем, как работают жрецы в Буду, мы объясняем, как работают колдуны России, маги-шаманы и прочее, 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 табибы. Значит, при создании космоэнергетики были эти школы, и биоэнергетики, и все, были определенные куски древних знаний. Вот. Ну, почему я сказал вам, что дорога, допустим, в буддизме или в высший разум идет обучение, когда космоэнергетики, она ведет в тупик? Древние чаши, древние чаши знаний уже не работают. Вот. То есть, новые знания, которые подходят к нашему современному миру. Не нужно лезть в мистику. Мистика ни к чему хорошему не приведет, это тоже еще один тупик. Значит, космоэнергетик должен научиться быть внутри нейтральным. И, отталкиваясь от нейтрали, начинается работа. Значит, работа с экологией, работа с определенными ситуациями в космоэнергетике – реальная вещь. Само учение было построено именно на получении знаний о других мирах, о других цивилизациях, о других формах жизни, которые существуют. Но при открытии таких ситуаций, скажем так, обязательно должен быть учитель, обязательно должна быть снастройка. Вообще, идеальный вариант, когда ученик видит учителя хотя бы раз в полгода. Учитель должен подстроить ученика. Первичная, первичная в космоэнергетике – это работа с черным ящиком. Учитель снастраивает ваши оболочки. Ну, скажем так, если он видит ваши оболочки, он их снастраивает. Если он их не видит, как сейчас присутствует во всех школах в космоэнергетике, работают паролем. Пароль – это определенные звуки, это определенные буквенные символы. И работают, посвящают в черном ящике с настройкой. Они сами не видят, потому что для этого должно быть дальнейшее продолжение обучения. Ну, многие люди говорят, что целительства – это достаточно. Они не хотят идти дальше. Ну, ради бога. Что еще можно сказать? Почему мы говорим, что параллельные миры, допустим, астральные путешествия, но астральные путешествия, они более безопасны? Более свободны получаются. Значит, человек в своей жизни испытывает как минимум два пограничных состояния. Это момент рождения и момент смерти. То есть переход из одной формы жизни в другую. То есть когда ребенок рождается, он тоже как бы умирает. И потом появляется на свет, испуганный и так далее. Космоэнергетика дает возможность постепенно вместе с учителем, проходя миры, осознавать новые пограничные состояния. То, о чем пишут Моуди, другие авторы. Если пограничное состояние, пограничное состояние, клиническая смерть, то есть человек возвращается, он становится другим. Он уже понял и осознал, что существует другой мир. При открытии вуали, при открытии вуали параллельных миров, мы начинаем воспринимать чужую энергетику. Ту, которую мы воспринимать как бы не должны. Вот, соответственно, чужеродная энергетика, она бьет физически по нашему организму. Вот с тех пяти миров, с которыми работала группа, значит, один из миров совсем там, скажем, безопасный. Вот, я не знаю, может попозже выйдет на сцену Астафик, расскажет, как он попал в один из параллельных миров. Вот, и месяц приходил потом в себя. Почему это было? Потому что подготовка еще была слабая. Но человек сильно хочет, он это получил. Значит, ограниченное состояние. Мы с вами бегаем по кругу всегда. Дом, работа, семья, дом, работа, семья. Мы смотрим телевизор, смотрим новости. Но, в принципе, мы бегаем по кругу, получаем одну и ту же информацию. Человек, который прожил так жить, есть такая гипотеза, его энергетическая матрица после его физической смерти не востребована. Об этом тоже писали разные школы, разные учения. То есть, многие школы говорили, что человек как бы спит после смерти до нового рождения. Ну, мы говорим, что он не спит, а что человек попадает в фоновые частоты. Вот. То есть, он разобран на запчасти. Фоновые частоты. Для Вселенной, для Космоса важно не количество, важно качество. То есть, люди, которые определенно занимаются новыми практиками, их неэнергетическая матрица всегда будет востребована. То есть, душа после смерти остается жить, грубо говоря. Пока все понятно. Пока все понятно. Ну, давайте немножко вернемся, наверное, к видению. Все хотят видеть, все. Вот. Все хотят быть видящими. Видеть и видящими, наверное, даже, это два разных слова. Первичная, первичная наработка информационных частот, тот же МИГИ, ГЕКТОС, вот, они должны давать картинку. Вот, значит, сегодня кто-то ко мне здесь подошел, говорит, а вот я задаю вопрос и получаю ответ. Когда мы крутим тарелочку на листе ватмана, да, вот, задаем вопрос, получаем слова. Мы говорим, вот, там, вызываем дух Пушкина, там, кого-то, у нас что-то получается, вот. Ну, подразумеваем, что работают какие-то плазмоиды, это контакт, это вредно для мозга. Вот. Значит, первичное видение — это картинка. Вот. И то ГЕКТОС, ГЕКТОС, он нужен для более, скажем так, продвинутых, что ли, космонимергетов. ГЕКТОС больше работает, когда человек выходит в астральное путешествие, когда он выходит своим телом. Бояться не надо, есть определенные ограничения, но учитель все время их указывает, что может произойти, что не может произойти. Поэтому ГЕКТОС нарабатывать не обязательно сразу и мощно. Надо нарабатывать МИДИАГЕКТОС просто идет как помощник частоте МИДИА. Вот. Значит, при частоте МИДИА, вот это, кто у меня обучался, у меня конкретно это примером, больше всего понимается. Когда к вам приходит, допустим, женщина с бесплодием, как вы должны осознать то, что вы будете с ней работать или не будете, получится у вас или не получится. Значит, вы смотрите на женщину, открывая частоту МИДИ на нее, соответственно, частота идет на вас. Потом вы отворачиваетесь или закрываете глаза и картинку этой женщины в голове восстанавливаете. Если вы на картинке увидели ее с ребенком на руках, вот, с животом или смеющуюся, вы смело беретесь ее влечить. В том случае, если вы видите ее плачущей, отвернувшейся к стене, ну, что-то такое негативное, ну, я не знаю, у кого как язык поворачивается, я немножко жесткий человек, у меня поворачивается, я все время говорю, не мотайтесь по врачам, не тратите денег, не будет у вас детей. Но, может быть, третий вариант, это когда вы видите женщину на картинке с коляской, например, но коляска пустая, она ее катит пустую коляску. Опять-таки, повернется язык, посоветуйте усыновить ребенка. И, что характерно, это очень много описано случаев, когда при бесплодии люди усыновляют ребенка и рожают сами. Это первичное видение, и на этих картинках можно получать определенную информацию. Но в этих частотах, в этих частотах заложена 20-процентная ошибка. Мы не получаем информацию в чистом виде. То есть, был такой интересный случай, когда супруга просмотрела мужа, что он в командировке с женщиной. Вот она картинку выведела. Он приехал домой, естественно, бочка там не бочка, она цистерна на него покатила. Но вот эта 20-процентная ошибка, она сказала неправильно цвет платья и цвет глаз. Ему было достаточно для того, чтобы понять, что на него наезжают бочку, Катю берут на пушку, он просто выкрутился. На ума хватило, но такие случаи у нас тоже описаны. Вот. Это первичное видение. Значит, далее. На почве этого видения, построение мыслеобраза, начинает развиваться другое видение. Вы видите головой. Значит, когда вы тянете боль, выбираете где-то боль с какой-то части организма, вы смотрите под руку, внизу немножечко там в сторонку, и смотрите, что же с руки течет, и ничего не видите. Через какое-то время вы начинаете видеть головой. Видит мозг. Картинка есть, что, какого цвета течет, и до какого надо довести. Вот. Через некоторое время начинают видеть глаза. Какое-то время проходит, уже видит глаз. Сначала вы видите, как рефракция воздуха от дороги летом идет, в жару. Только вниз, да, поток. Сначала видите, как рефракция воздуха. А потом начинаете видеть цвет. И когда начинаете тянуть, вот, значит, сначала идет темный поток, потом серый, потом серый с серебром, потом серебряный, золотистого цвета поток. Пошел, ссылки, убираете руку и смело говорите, что воли нет. Аж пошел, плотистый поток, вытянули все. И потихоньку начинают видеть глаза. После глаз приоткрывается трикута. Ее не надо открывать трикуту. Открыть человеку трикуту это стопроцентная психушка. При полном открытии трикуты третьего глаза открывается энергетическое и магическое видение. И психика человека не выдерживает. Он день не спит, второй, третий. Потом он все-таки засыпает, глаза спят, трикута все равно не спит, на птичку идет давление, это гарантированная психушка. Но трикута как таковая в космоэнергетике она не нужна. Приоткрылась и приоткрылась. То есть диагностика вы видите там допустим темные пятна в районе печени, понятно, что непорядок с печенью и так далее. Это общее видение именно на энергиях темное, светлое, золотистое, там хера и так далее. Это общее видение. То видение, с которым работают целители. Но есть возможность развить другое видение в себе и без скажем так, ну время требует, но без больших усилий. Каким образом это можно сделать? Дайте мне никто не тратит. Развить в себе первое видение, которое необходимо космоэнергету, чтобы осознать немножечко положение в энергетике, это видение внешнего поля. Для начала нужно увидеть свет. Значит, как делается это упражнение, как вы можете сделать, как попробовать научиться. Если вы возьмете книжку, желательно с темным переблетом книжку, удобнее работать. еще поначалу, чтобы еще проще было, чтобы свет у вас падал сзади. Не было перед диван, свет падает сзади. Очень удобно перед сном вот так это увлечься, зажать что-то над головой и вы начинаете смотреть на краешек книги, то есть на ее обрез. Значит, что вы должны увидеть на этом обрезе? Вы должны увидеть линию горизонта. То есть так как вы видите горизонт в поле, но здесь будет линия горизонта, синенькая такая, серенькая, синенькая, редко бывает золотистая. Вы видите эту линию на книжку. Вот здесь вы и должны удержать свой взгляд на этой линии, не на книге, а вот на этой прозрачной линии. В этом случае линии начинают расширяться. Вы видите это глазами. Здесь не нужен все опыз. Это видит глаза. То есть линии начинают расширяться. Я не знаю, как назвать, но не придумали это еще, но наверное все-таки что-то подобное электронам. Вы начинаете видеть поток. Золотистый разноцветный поток микрочастиц. Взгляд зрения переключается становится другим. Эти частицы в природе увидеть нельзя взгляду. Это ваша настройка. если у вас поток расширяется потихоньку, вы начинаете смотреть на руку. Тот же вариант, только уже с рукой. Но в этом случае вы видите линию горизонта по кругу пальца. Вот вы смотрите на палец. Опять линия начала расширяться. Но смотря на руку, вы первое начнете видеть линию, которая расширяется, опять увидите потоки из пальцев как будто рефракция движется в воздух. Это первое, что вы увидите. Далее, занимаясь, продолжая делать это упражнение, вы, ну, часто многие видят кондинку. Явно кондинку и сигареты белого-белого цвета уже видят так, что видят пальцы. После этого видение развивается дальше и вы видите какие-то участки пространства в комнате. Если комната откроется полностью, проявляет свечение по комнате, это вообще великолепно, это все уже у вас видение внешнего поля будет наработано полностью. Что значит видение внешнего поля? Значит, толпекский мир, толпекский мир, грибной мир, например, Дэри Хоффман, многие научные работники, описывают схожие эффекты схожие с нашими. Значит, во Вселенной в космосе верха и низа нет. Это у нас есть верх и есть низ. А вверх и низе не существует. Существует единое информационное поле. То есть вся наша Вселенная, то, что мы знаем, это сама осознающая, сама регулирующая система, одновесная система, которая никогда не находится в равновесии. Если она бы находилась в равновесии, то Вселенная просто бы заклопнулась. Значит, при видении внешнего поля у нас остаются понятия верха и низа. Как правило, если вы смотрите на руку, значит, вы поток видите вверх. Если вы смотрите просто на участок комнаты, поток идет сверху. Но свои мысли вы можете подумать и увидеть боковой поток, косой поток, потому что верха низа нет, так как вы пустите поток, так мы работаем с частотой, никто видит. То есть пустить определенный поток. Мы с вами живем в море света. Вспоминайте Библию, это будет свет, да, сказал Бог? И мы живем в море света. Что характерно? Значит, если вы начинаете учиться видению по руке, значит, чем больше света в комнате, тем лучше вы видите только со спины. Если мы смотрим на руку в темноте, мы тоже будем видеть свет, только свет очень пусклый. То есть все равно дополнительный свет дает нам дополнительное видение. осознав и увидев внешнее поле, вы уже будете сто процентов вы видите сами знать из чего и как состоит Вселенная. То есть та материя, из которой вся Вселенная состоит. Кто мы с вами по своей сути, если нас разложить на водичку, на атомную электронику, мы считаем опять-таки сгусток энергии, да, определенной, мы же энергетичны. Вот мы работаем с энергией. То есть таким образом вы получаете первое видение внешнего поля. Значит люди, которые занимаются у меня, скажем, во-первых, давно, во-вторых, которые проходят специальные соностройки, естественно, немножко последовательно видят внешнее поле. И идет подключение к внешнему полю. Если человек видит внешнее поле, он увидел, это считается первым подключением к внешнему полю. Это то же, чем занимались древние учения. Значит, подключение к внешнему полю, первичное, когда вы увидели, оно проходит абсолютно безболезненно. Вижу и вижу, интересно, здорово и хорошо. Но, глядя на руку, когда вы тренируетесь, например, с рукой, и у вас не получается, и не только движение с рукой. То же самое происходит с частотами, когда вы их нарабатываете. Чего-то не получается, что-то долго не открывается, что-то не так. Есть правило двух минут. Значит, как только вам удается стоять, как только вам удается работать, вы говорите, еще две минуты. Через две минуты ничего не произошло. Примерно прикинули, что время прошло. Вы говорите, еще две минуты, еще две минуты. Здесь другая библейская параллель проходит, стучите и откроется. Хотите знания, вы их получите. Значит, почему человек, обыкновенный человек, не видит эти параллельные миры, не видит внешнее поле? Ну, есть такая гипотеза, тоже практически почти доказанная, что младенец видит все. То есть у него видни идеальные. Видимо, так оно и есть. Ну, может быть, кто по гроту занимался, там, возвращался в детстве, может быть, помнит и там люди, не помнит. Почему мы не видим? Потому что для того, чтобы увидеть, все-таки здесь присутствует электромагнитная волна, и цвет, и прочее, глядя на стену, взгляд должен удариться об стену, да, и вернуться назад, отражение. значит, препятствия нет, мы смотрим на свойство. Что происходит, когда вы смотрите на руку? Вы увидели свечение и сконцентрировали взгляд на другой. То есть вы смотрите там, где ничего нет. Вы уже не на стену смотрите, вы смотрели на руку, потом свечение появилось, взгляд у вас поднялся, да, и уже взгляд восказан для вывода. Если вы сможете сконцентрировать взгляд на середину комнаты, или притянуть его, у вас получится увидеть внешнее поле. Понятно или интересно? Интересно. Понятно. А вот есть. Прости, если вы просуете, не надо меня прекрасно слышит. Давайте сначала. Значит, мы просто не пользуемся теми вещами, которые в нас заложены незнанием. Значит, две вот такие вот штучки, да? Вот сейчас, сейчас, если вы попробуете одним взглядом смотреть вот сюда, одним глазом, да? А вторым глазом вот сюда. То есть перекосить их, да? У вас не получится. Ни у кого не получится. В том случае, если вы закроете глаза, у вас запросто получится вот это движение. Восьмерочка, попробуйте. То есть можно смотреть в разные стороны. Да. Да. Вот. То есть можно глазами при закрытых глазах крутить их как угодно. Значит, если мы немножко собьем собьем свой взгляд, вот, эти упражнения доводят человека в какой-то период до того, что он смотрит на телевизор, но он его не видит. Он видит, что идет на экране, но опять не видит. Но это такой короткий промежуток, и человек начинает видеть, потому что он научился концентрировать взгляд на том месте, где взгляд концентрироваться не должен. если один раз получилось, получится всегда. Что непонятно здесь? Вот таким образом вы развиваете первичное видение. Теперь по самостройкам и параллельным мирам еще немножко. Значит, древнее учение, учение толпетов, оно осталось, но последние мани ушли после Кастанеды, последние мани ушли, Кастанед журналист описал там как мак свое. То есть последние мани сказали, все, эманация орла закончена, начинается эманация пантеры, вот вы молодые, вы новые, начинайте новую школу. Ну, колтехи умные, они прислали мне такую деревянную руку дружбы, Владимир Александрович, давайте ваши техники, потому что быстро, потому что не надо столько лет тратить, пять лет не надо смотреть между ветвями деревьев и десять лет на облаках. Значит, при саностройках очень похожи саностройки у нас на каббулу. То есть мы занимались каббулами, мы просматриваем, очень похожи всегда идет от учителя к ученику. Но каббалисты говорят, что нужно потратить 12-16 лет на освоение каббулы, если человек талантливый. Если он гений, потратить 6 лет. Но каббулы занимаются тем же самым практическим человеком. Она занимается параллельными мирами, она занимается космической математикой, объясняя человеку мироздание. Вот, у нас срок немножко короче. При саностройках, когда учитель считает, что ученик готов для открытия воли параллельного мира, никаких тренировок в видении не нужно. То есть, если кто-то из вас не видит вам открыть параллельный мир, видеть будут просто глаза. И даже не столько вы будете видеть, сколько будут видеть параллельный мир окружающий. Значит, ну, бывает, что такое у меня происходит в домашних условиях, у меня прекрасно эти меры видят жена и дочка. Хотя ни та, ни другая космоэнергетика не занимается. Вот, значит, посторонние люди можно показать при определенных саностройках мир. Естественно, мои близкие живут со мной, они сонастраиваются автоматически, поэтому видеть начали быстро. Вот кусочек вам по космоэнергетике. Но сам семинар мы сегодня построим все-таки на вопросах и ответах. Вопросы могут быть любые. Мы стерпим, даже если этот вопрос будет неудобоварен, и все равно на него ответим. Так, существует ли среди каналов, ну все-таки среди частот, наверное, лучше новая раса универсальная для работы с психическими заболеваниями, вред, голоса и так далее, и так далее, и так далее. Нет, такой частоты не существует. Есть частота лулия, в которой можно работать с психически больными людьми, но результаты какое-то время идут отрицательные. С луной я наблюдал только два случая излечения, просто больше не было такой возможности. Человека, страдающим психическими заболеваниями, нужно сажать на цепь. То есть, это наручник прочный, это арматуру в стену и на цепь. Когда мы работаем в шизофрении, значит, начинает растворяться в головном мозге лишнее органическое масло. И замыкать нейронные связи. Человек становится губным, неуправляемым. и процесс лечения идет 3-4 месяца. К этому должны быть готовы родные, должны быть готовы вы. Это очень сложная штука, и до конца вылечить шизофрению невозможно. Дело в том, что мы поставлены в такие условия у нас на планете. Мы в свое время, если мы вернемся в брежневские времена, атеизм, прочее Бога нет. Хотя в 98 году Вселенский собор собирался с нашей наукой, и наука признала существование Бога, а церковь признала существование науки как изучающий Бога. Условия для нас созданы такие, то, что мы называем эволюцией. Мы постоянно попадаем в какие-то ситуации, из которых мы должны выходить. Потом внешнее поле. Тот, кто начинает видеть работать с внешним полем, там еще что характерное идет путь прямого знания. Когда учитель самостраивает ученика на серьезные вещи, учитель просто знает что делать. Вот это и есть путь прямого знания. Когда вы знаете что делать, вы не знаете почему так надо делать. Он не объяснил, но вы знаете, что нужно сделать, чтобы ученика получилось, например. В этом случае ученик тоже получает доступ к прямому знанию, и когда работаешь с учеником в таких самостройках, ученик схватывает все с полуслова. не успеваешь ему объяснять, раз идет путь прямого знания на учителя, он идет и на ученика, он быстро все схватывает. Единственное, что серьезные сонастройки, серьезные сонастройки практически невозможно настраивать человека в городе. Практически невозможно. Это чисто человеческий фактор. Когда в городе работаешь с человеком, обязательно куда-то торопишься. Ну обязательно. домой надо, это надо, ученик куда-то торопится. И соответственно снастройки проходят плохо. Поэтому и будут такие выездные семинары на такие самостройки. В этом году у меня остатик был, несколько человек в Ташкенте вместе сидели на Четкале. Мощное очень место силы, которое практически почти без самостройок учителя дает открытие так что в Ташкенте я знаю, что масса людей ко мне приедет. В Ташкенте я пока. Так, еще немножко записочки. Рубка большая. Так, с каналами Меди Гектус нет связи. Рамка показывает, что канал одет на меня. Чакры работают. Замучили черные сущности. Никак не могу их уничтожить. такой же я цвете если себе не могу помочь. Ну и хорошо, что не можете помочь. Что же? Это же ваши проблемы. Почему? Мы говорим, что космоэнергетика она требует у человека определенных состояний. Определенных. Значит, здесь тоже масса есть людей, которые приходили ко мне от других школ. Вот это не получается, то не получается. Ночью раздается там звонок, дикий вопль, меня достали. Я получила удар, меня достали. Нет, никто вас не достанет. Это ваша же настройка. Если вы говорите, что вас достанут, вас достанут. Если вы всем будете говорить, что вы психически ненормальны, вас будут считать психически ненормальными. Значит, первое, когда начинаются любые занятия по космоэнергетике, первое, что должен сказать учитель, стопроцентная уверенность в себе. Если ко мне пришел человек с каким-то сильным, мощным заболеванием, и если я где-то внутри, даже не голосом, а где-то внутри засомневаюсь, что я его не вылечу, я его не вылечу, или вылечу частично, космоэнергетка достать невозможно. Во-первых, работает защита. Защита эта получена тоже путем прямого знания, ее никто не придумал, поэтому она и работает. Работают сами частоты, они вас закрывают, все время идет поток. Так построена школа, что космоэнергетка частоту гоняет на себя постоянно. Постоянно идет поток. Вы зашли на кухню, открыли кран с водой, мощно, хорошо идет струя воды, скатали шарик, скатали шарик, попытались продуть через воду, чтобы пролетел с бумаги шарик. Не продуете, сбросят поток. То же там происходит с вами. Все сбои, которые есть, это ваша неуверенность в себе, то, что вы заложили в себе в голову. Мы на попытке в Москве пару лет назад, может быть, чуть больше, тут работали жрецы вуду на меня, проверить, как он будет реагировать. Да никак. Никак, потому что назад идет такой энергетический шар, он сам идет, вы защищены. Ну, невозможно. Наши ребята с российского ордена колдунов пришли, Владимир Александрович нам заплатили 5000 долларов и вас заказали. Я говорю, ну, работайте, ну, вот дураков нашли, работайте. Не, работайте, ладно, переведем удар на плодородие, бог с ним. Невозможно достать космоэнергета, если он того не хочет. Если он сам себя на это не настраивает. Как только появились сомнения, так вы приехали, вы приезжие. Значит, космоэнергетика при работе учителя с учеником, во-первых, учитель должен быть доступен для ученика. Обязательно, потому что возникают вопросы, возникают какие-то ситуации определенные, которые ученик первоначально решить сам не может. Ему нужно помочь. А в космоэнергетике очень много нестандартных решений. Почему говорят, что нормальный космоэнергет, они как-то самобытные нормальные космоэнергеты, они по-особенному себя ведут, потому что много нестандартных решений, но, как правило, они правильные. Поэтому учитель должен быть доступен. А все вот эти вещи, то, что у вас не работает, ну, есть такой момент тоже, часто нет, но раньше это было, когда звонит ученик, значит у меня пропали частоты. Все, я их не чувствую, пропали, все, никуда они не пропали. Вы к ним привыкли, вы же не замечаете воздух вокруг себя, пока ветерок не дунет. Так же частоты, вы к ним привыкли, вот, продолжаете развитие дальше, идет дальше. Вот, в принципе, потом вы начинаете, теряете частоты ощущений, потом опять начинаете чувствовать их, но по-другому, уже абсолютно по-другому. поэтому все психические отклонения, все, 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 оно всегда сопровождается тем, что вы думаете об этом сами. Вот, из того, что я сказал, что один человек, один человек у нас не в порядке был с головой, тоже, кто работал с параллельными мирами, но человек, как говорят, бил себя пяткой в грудь, что он готов. Я готов к открытию внешнего поля, ко второму открытию. но внешнее поле, даже когда человек действительно готов, действительно готов, вторичное подключение внешнего поля дает ужас. Ужас, неописуемый страх, неописуемый, это невозможно это состояние описать, когда человек подключается к внешнему полю. вылетает из дома, в чем мама родила. Потому что дома сидеть не может. Действительно страшно. Почему страшно? Потому что человек начинает воспринимать те энергии через видение, через ощущение, те энергии, которые не должны как бы присутствовать в нем. Как бы не должны. Вот. И подсознание наше, наш второй мозг основной подсознание, когда получает поток внешнего поля мощный, оно пугается. Типа того, что у хозяина все, сейчас же нам конец. Вот. Такие чужеродные энергии, да, чужеродная жизнь чужая. Вот. Значит, поэтому учитель в таких подключениях должен желательно быть рядом, рядом, то есть успокаивать еще никого, управлять им. Вот. Что это нормально. Если человек не сможет перебороть в этот момент у себя страх, крышу рвет напрочь. Поэтому учитель его ведет. Не надо бояться. Это работает подсознание. Она чужеродную энергию почувствовала, оно сжалось, электровый мозг сжимается. Через это все надо пройти, это очень серьезная школа. Вот. Целительство, это целительство. Оно само сложилось. то есть, сама космоэнергетика, огненный цветок, зороастризм. Вот. Единственное, что зороастризм, он не так важен для мужчин, как важен для женщин. Они лучше работают зороастризмом. То есть, определенный блок знаний вот, дает вам познание мира такой, как он есть. Вот. Вот. Хороший вопрос. Если человек принял частоты и стал на путь и стал на путь космоэнергетики, то мы слышали, что душа этого человека на Земле не возрождается. Объясните, пожалуйста, подробнее. Сатана, сатана, все делается в темноте сзади и наоборот. Мы живем с вами в аду, в настоящем аду эволюции. Нас убивают, нас режут. И вообще-то, вот мне, например, глубоко наплевать, какие тому отношения у душа с Хусейном. Вот. И почему люди должны из-за их амбиций гибнуть, я не понимаю. Вот. То есть, мы уже живем в аду. И подразумевается то, что космоэнергет, вот, занимающийся космоэнергетикой, попадает после смерти в определенное состояние, его матрица сохраняется. Но, есть плюс, есть минус. Не все, не все космоэнергеты добродушны. Вот. И космоэнергетика работает не только на добро. В принципе, я, мои ученики, некоторые ученики, которые знают о частотах немножко больше, они никогда не объясняют убойные практики. То есть, частотами можно и угробить человека. Это не так сложно. Вот. Но эти практики не объясняются. Это, практики знают воины, которые путем знания, естественно, их не применяют. Вот. И после смерти космоэнергет, он переживает же пограничные состояния. Космоэнергет, который занимался, ну, грубо сказать, ересью, он попадет в одни энергии. Космоэнергет, занимающийся величеством, другие энергии. Космоэнергет, занимающийся путем знания, получения знаний, в другую энергию. Вот. Но для этого и существуют пограничные состояния. Мы познаем другие миры. Вот. Когда я слышу слово высший разум меня немножко так перекорюживает, в общем. Да, наверное, существует такая субстанция, да и в принципе снимки с Хаббла, с телескопа доказывают, что есть такая субстанция, какая-то определенная, которую мы воспринимаем как Бога. Но лезть на уровни, воин доходит до восьмого уровня и девятый для него уже закрыт. Он знает, что есть дальше, но попасть не может. Не хватает знаний. Соответственно, есть любовь добра, есть любовь зла. Кто-то скатится в более грубые энергии, кто в более тонкие, в более светлые. То есть, чем вы здесь занимались, то вы и получите. Но сюда вы не вернетесь, все, потому что у вас есть пограничные состояния. Когда человек нарабатывает частоты, его шатает, кидает из стороны, там в сторону, определенные ощущения он испытывает. Это тоже пограничное состояние, которое вы испытывать не должны в обычной мирской жизни. Имея частоту форун Будда, Анаэль, Миди, форун, нарабатывая эту частоту часто происходит, что вижу пирамиды, горы, вот так, картинки. Когда мы берем картинку через Миди, картинку для того, чтобы получить какую-то информацию, это одно. Мы лечим, мы работаем с людьми. В том же случае, когда картинки под частотами идут сами, лучше на них внимания не обращать. Идут и пускай идут. Нужно расшифровать эти картинки, а можно попасть в тупик с этими картинками. Работает подсознание, и что из подсознания иногда выплывает, там, оно совсем не нужно. Мы, наоборот, не обращаем внимания на картинки. Космоэнергет, опытный космоэнергет, это похоронная процессия, это катафалк, это очень спокойный человек. Очень спокойный человек. Все безразлично. Он же познал много. Вот эти вот вещи надо учитывать. Картинки ведут в тупик. Занимаясь древними учениями, ну, давайте возьмем тот же буддизм, да? Мы же говорим, что частоты будут работать везде, куда их не присобачить. Но занимаясь буддийской практикой, Будда звал в нирвану, а в нирвану практически никто не попадает. Буддийская нирвана это подъем кундалини. Вот она буддийская нирвана, буддийская практика. А что значит распрямление энергетической из имени кундалини? Человек познает Бога. Вот их практика. Познать Бога. И он ее познает. Он выходит в нирвану и познает Бога. То есть он сидит на солнцепеке, у него текут слюни, он полный идиот, полный, ну, все, критик, полный, потому что он познал Бога, ему больше начать жизни не надо. На его глазах можно резать на кусочки его детей, а он может спускать слюни, он не обращает внимания, он познал Бога, он там уже, все. Вот к чему ведет буддийская практика. Значит, когда мы работаем с христианской религией, то есть присобачиваем сюда религию в таком плане, я вообще не понимаю, зачем это делать, присобачивать христианскую религию сюда. Христианская религия, она именно религия. Учение Христа, учение Христа. Было же учение, это потом стало религией, а сначала было учение. Вообще, как правило, 300 лет требуется на то, чтобы учение перешло в религию, нормальное учение. Соответственно, христианская религия построена на том, чтобы наоборот мы не видели миры параллельной. То есть так работает святая вода, и он и серебра. Плюс поток энергетический с таку полуцеркви, когда вода освещается. Значит, что-то происходит в доме, события полуторгейства, еще что-то в обрезгой водичкой и прекратилось. То есть христианская религия, наоборот, закрывает эти знания. Вот. Не подходит. Высший разум, понимаете, когда присобачиваем космоэнергетики, высший разум тут еще интереснее получается. Ребят, давайте осознаем, кто вы такие, чтобы вами занимался высший разум. Нерезанчук пишет, я работаю от высшего разума. Кто ты такой? Кто ты? Ты осознай, выверни себя наизнанку сначала. Это тоже подразумевают наши практики. Выверни себя наизнанку, пойми, кто ты. А то раз ленец природы, а? Хозяин природы, все хозяин. До этого хозяина голенького в джунгли, а? на сутки не выжили. Мы же слабые. Ага, вы хозяин природы, потому что понастроили чего-то. Какой высшим разум вы размеритесь в себе? Зачем лезть наверх? Разберитесь здесь, здесь есть параллель, здесь есть разум определенный. Разберитесь сначала в себе, куда вы лезете наверх. Значит, надо учитывать, что космоэнергетика подразумевает тонкое воздействие на большие события. То есть, мы даем толчок, работаем локально на какие-то органы, даем толчок и получаем результат. То есть, маленькое взаимодействие какое-то, оно дает определенные результаты. Еще есть записки? Давай сюда. может учитель снять частоты с ученика? Как бороться со страхом? Не может учитель снять частоты с ученика. Но учитель может частоты и вкользить. то есть дать им самую частоте поменять частоту. И она перестанет работать в каком-то направлении. Но я не знаю, может быть, такие случаи были. У меня в жизни был всего один случай, когда я исказил частоты своему ученику. И через месяц я ему все частоты поставил на место, потому что он стал гробить людей. Он продолжал работать. Поэтому нормальный человек, нормальный учитель никогда частоты не заберет, потому что он их не может забрать и никогда не исказит. Нужно оставаться нормальным человеком. Не надо держать себе какое-то дерьмо. Вот последний случай моих учеников, когда там звонят какие-то неприятности и прочее. Ну ладно, ну хорошо, но можно же пережить. Да, можно пережить эти неприятности. Все будет хорошо, да, все будет хорошо. Такая фраза, ну типа того, что дерьмо так кипит, а как бы отомстить так? Вот вот же беда-то. Так вот нормальный космоэнергет это человек абсолютно не агрессивный. Абсолютно. Нет, он может взять в руки оружие и защищать страну. Вот, он может набить физиономию запросто. Но человек не агрессивный. Вот я, например, не умею обижаться. Я приучил себя не никогда не обижаюсь. Что бы случилось? Ну если человек обиделся, ему надо предпринимать какие-то меры. Надо злиться, надо строить планы мести, надо чего-то там, в общем, дерьмо кипит. Вот. И ученика, учитель, учитель ученика, он именно и дает ему определенное духовное направление. Не в буддизме и не в высшем разуме духовность. Духовность внутри человека. То есть это ваше отношение ко мне и мое отношение к вам. Вот на таких вещах складывается духовность. Как к вам относятся люди и как вы относитесь к людям в воду, где заложена духовность. Соответственно, если человек становится не мстительным, человек становится добрым, человеку показывают определенные вещи, о которых он не знал. Ему просто учитель объясняет определенные направления, о которых он даже не подозревал. Если человек себя ведет определенным образом, определенным образом, соответственно, срабатывает программа, как на компьютере. Вы набрали пароль, вы вышли туда, куда надо, потому что ваша программа готова, она не завершена, нету вируса в вас. Вы становитесь другими людьми. В этом случае для вас открыто и видение, и прямое знание, и все остальное. то значит, эти программы в человека заложены издревле. В эволюции они были заложены, древние, древние, они занимались этим. У них получалось, получается и у нас. Но они создавали свои школы, свои учения, вели себя определенным образом. нужно просто определенным образом себя вести. И не просто вести, а в душе это понять, почему вы это делаете. Почему вы стали другим человеком? Раз ваша программа развивается, у вас получаются дополнительные знания. Вы лезете, лезете, хотите, хотите, хотите. Программа ваша открыта. Вы убрали в себе злость, убрали ненависть, убрали это дерьмо. Почему сосед купил машину, заложил соседа неспокойно. давайте грубо говоря говнецом внутри. Соответственно у нас программа работает по-другому. Мы энергетически становимся другими. То есть наша аура уже не объедена, мы защищены, аура становится полной. Потому что летуны и помощники существуют, это я имею ввиду Кастанеду, кто читал. Это тоже один из миров, который видел Астафик, как раз мер летунов, правда, ему до конца там не показал все, что он еще был не готов. Ну, таким образом. Кстати, по поводу страха, как перебороть страх? От страха надо просто быть готовым. Значит, вот, работа Мектабу, частота, уплотняющая пуля. Если кто-то пробовал, возможно, кто-то и пробовал, это когда пьяная компания стоит, и вы знаете, что вы идете домой, сейчас привяжутся, да? Ну, магистров в автомате там сработает, срабатывает, кто-то просто немножко настраивается. То есть, вот это состояние больше знают женщины, чем мужчины. Когда вот она мимо такой компании идет, она сама себя уговаривает, что не страшно. Ладно, я вот смело пойду, ничего не будет. И как бы страх выдавливает на оболочку. И действительно проходит. частоты же, они дают давление на эту компанию, у них просто чувство беспокойства, они оглядываются, поэтому не трогают. Но чувство страха вы должны перебороть в себе сами. Чувство страха, оно появляется, когда на подсознание поступает какой-то импульс определенный, подсознание сжимается, боится. Если вы сами себя уговорили, как я учу учеников, я говорю, вот это колбасит, да, вот на вас пошла энергия определенная, вот это колбасит, вот это да, ведь смотри, ни у кого так не было, у меня есть, сам себя человек уговаривает, он убирает в себе страх. И потом он перестает бояться вообще. Значит, мы говорим, что космоэнергет боится только одного, боли. Как и каждый человек, он боится боли. Смерти он уже не боится, ничего не боится. Нету страха. И когда происходит, ну, допустим, там вот в полярном круге, да, идешь мимо озера, ночью заорала Гагара. А их зашивили, с крыльями там застучили. Нету, не вздрагивают люди. Они уже знают, что все, что угодно может быть, надо нормально воспринять и принять значит определенные решения, что делать. То есть, ну, это я вам точно говорю, нормальному космоэнергету съездить под физиономию почти нереально. Он все равно вернется на уровне энергии. Потому что нет страха, он не испугается. значит теряются ли частоты, если человек переходит от учителя к учителю. Вот, значит, для того, чтобы понять наши частоты, нормально вот все сообразить, мы говорим так, что если вам что-то непонятно в частотах, подберите похожую жизненную ситуацию. И наоборот, если вам что-то непонятно в жизни, подберите энергетическую ситуацию и вам вот как бы откроется. Если вы учились в одном медицинском институте, а потом перешли в другой, вы что, не будете врачом? Наверное, будете, если вы поменяли преподавателей. и кто-то меняет преподавателей, потому что он переезжает в другой город, а кто-то ищет более лучшего. Никуда частоты не деваются, беда в другом. Есть такой вариант, что ну, гордыня это немерено. Вот, у массы космоэнергетов, работающих гордыня, немерено это точно. Вот. То, что я называю там с грязи в князи до гордыни. Вот. И, естественно, это мешает. Гордыня, она дает расслабление человека. И бывают случаи, когда приходят от моих учеников, говорят, вот у меня там 15 частот, начинаешь просматривать там 2-3 частоты, на которых они молотят на этих 2-3 частотах и все. То есть не прошли частоты, был невнимателен на учителя. А у него гордыня уже крутой, что ему все равно. Вот это бывает. А переход от учителя к учителю, ну, конечно, он влияет. Допустим, если сейчас после меня пойти к одному из моих учеников, там вообще ничего не получится вообще. А у другого получится частично. Здесь имеет в виду градация. Мы говорим, что если пациент лечился у одного, а потом пошел к другому. Если он лечился у магистра, то у мастера ему делать нечего. Там, где более сильную энергию он почувствовал, там ему и надо лечиться. То же самое происходит здесь. Насколько человек мощно работает, настолько это происходит. Поэтому, я говорю, есть космоэнергеты, у которых внутри много еще темного такого. Естественно, там большого порядка не будет. те люди, которые продолжают обучение кроме целительских практик, мы им говорим, вы должны наработать навык. У вас должен быть навык, опыт, там и прочее. И вот человек начинает нарабатывать навык. Вот, опыт, он что только не делает. Он слушает учителя, он все делает с энергиями, он все пробует, все. И наш навык, навык космоэнергета, попробуйте понять, что я скажу, наш навык, это когда навыка нет. Когда вы дошли до такого уровня, что вам делать ничего не надо. Все мгновенно происходит и так. И как правило, допустим, там, ну вот, еду я на машине, а мне кто-то там начинает что-то говорить, ой, Владимир Александрович, вот у меня там то-то-то-то-то, я практически его не слушаю, у меня же дорога, тем более, я люблю спортивные машины. Он мне говорит, я не принимаю никакого решения. Так, мимо ушей как бы пропустил, но уже события определенные начинают происходить. То есть, чем больше лишних знаний, тем больше вы будете попадать в тупик. Космоэнергетика она создавалась больше 20 лет. Для чего? Для того, чтобы ее сделать доступной и с каждым годом она упрощалась. Ее упрощают, упрощают, упрощают. Все гениальное просто. И мы ее упростили. Действительно упростили для того, что может работать каждый, и у каждого получается. Как только начинают добавлять лишнее к тому, что есть, вот опять те же там бесы, опять то, и это, там, какие-то еще вещи. Это лишнее. Это лишняя загрузка. Вы начинаете работать неправильно, вы пытаетесь найти духовность там, где ее нет. вот и все. Два года, два года подряд в Узбекистане свирепствовала холера. Везли ее с Индией, с Афганистана как-то вместе. И по радио, по телевидению, значит, в СМИ везде трубили, что воду кипятить, яблоки там все это ошпаривать и прочее. Ну, холера. Я своим детишкам сказал, пейте, сколько хотите любой воды, можете не мыть никакие овощи. Ну, это опять-таки наша стопроцентная уверенность, что ничего не произойдет. Семь человек космоэнергетов закрыли город. Вот, определенными энергиями там присутствовала Махатма. Вот, и в течение двух лет не умер ни один человек от холеры в Узбекистане. Значит, было шесть смертей, но это те люди, которые привезли эту холеру, приехали уже инфицированные. Да, мы можем что-то делать, но серьезные вещи должна быть группа, потому что человек не сможет сутки удерживать какой-то мыслеобраз и какую-то работу. Он физически не сможет, он отвлекается, ему надо поесть, вот он. Семь человек, они как бы подхватывают друг друга по несколько человека работают. Вот такой вот результат получается. Вот, как можно стать вашим учеником, а не только посвященным. Вопрос поставлен неправильно. Те, кто обучается у нас цивилическим практик, это просто посвященное. Ученик, ученик, вот там, допустим, пишут в газетах, ученик Петрова, да? Нет, это не так. Это обучающийся у Петрова. Обучавшийся, но не ученик. Ученик это звание. Звание, которое дает только учитель. он никогда не пишет ни в одной бумажке, что это его ученик. Но он ему дал это звание, если этот человек говорит, я ученик Петрова, тем смыслом, который заложен. Значит, это большой человек в космоэнергетике, значит, он умеет много. Но таких людей немного по той причине, что эти практики были настолько опасны, вот, что обучались единицы этим вещам у меня. Вот, но мы эти практики сделали более безопасными, поэтому сейчас люди в течение года полутора начинают видеть все, что я вам сказал. На это уходит год-полтора. И, как правило, сильно не упираются. Поверьте мне, что когда делалось само учение, оно делалось именно на среднего человека, с его слабостями определенными, с его там поведенческими функциями. К космоэнергету можно все. абсолютно все, но умеренно. Умеренно. Если алкоголь, то умеренно. Если мужчины, у женщин, то не более четырех месяц разных, умеренно. Вот, потихонечку. Умеренно нам нужно всего, мы остаемся такими же людьми. Вот это еще одна беда, я всегда говорю, никогда не задирайте нос, как Буратино. Вы такие же люди, как и все, вы ничем не отличаетесь, не надо делать из себя божество, кумира какого-то это запрещено Библией, не надо клясться в конце концов. Роман, мы так, ничем мы не отличаемся от вас. Ни я, ни че, две руки, две ноги. Ну, единственное, чем я отличаюсь, я мужчина, кто-то женщина. Все. Мы обыкновенные люди, мы должны быть доступны, мы должны быть нормальны, мы должны говорить человеческим языком. не обязательно объяснить ученику то, что он хочет. Так вот, по поводу того, как стать моим учеником, надо заниматься космоэнергетикой серьезно. Вот в этом случае люди становятся моими учениками. А так как я обыкновенный человек со своими слабостями тоже, они же тоже присутствуют в жизни, вот, естественно, поблажек ученикам уже намного больше, чем просто обучающимся. И больше внимания, больше времени, потому что они идут путем знания. Эта информация будет востребована, матрицы будут востребованы, и, соответственно, занимаемся хорошим делом. Значит, тут такой вопрос интересный возник по поводу частоты до астральных путешествий. Некоторое время назад, там, года три назад, мы говорили, что это довольно-таки круто, что это довольно-таки опасно. Вот. Сейчас частота настроена до до такой степени, что особой опасности нет. Никакой. Можно путешествовать, можно смотреть миры какие-то определенные, но астральное путешествие не дает никогда стопроцентной полной картинки. И единственное, что, нельзя входить в серые массы, в скопление серых масс материи. Все. Единственный запрет на чистоту до. Вошли в серую массу, попали в чистый астрал, в хаос, оттуда просто не выберетесь. Значит, давайте сейчас записки еще собирайте. Вот. Сейчас с вами поговорит Дмитрий Воеводин немножко. Вот. Он соавтор книги, которая выходит в феврале, в конце февраля. Выходит первый том. Вот. Первый том, значит, в космоэнергетике, он не подразумевает работу с частотами как таковыми. Там нет целительских практик. Вот. Значит, эта книга, вот, она выходит для того, чтобы человек мог получить правильное направление. О чем ему думать? Она заставляет думать. Значит, когда я эту книжку беру в руки и начинаю читать, вот, особенно по вечерам, вот прям так на второй, третьей странице и вырубаюсь. Все, сразу спать. Действительно сложно. Там очень много надо обдумывать. И эта книга, она готовилась не для целительских практик, а для воинов, те, которые будут продолжать обучение дальше. То есть, книга даст определенный философский, философское определенное направление, значит, откроет некоторые, там, скажем так, тайны вселенной. Вот. А потом, когда ко мне прибыл ученики, прочитавшие эту книгу, я им все это поломаю. Вот. Еще раз. То есть, пойдет еще раз философия, и почему это так, и почему это присутствует, и в то же время можно все поменять. То есть, книга дана на развитие. Первый том. Второй том выйдет где-то, наверное, к началу лета. Значит, название книги «Танет шивы» или «Космический беспредел». Вот. Значит, сейчас я приглашаю Диму на сцену, он немножко с вами поговорит об эволюции, о теории катастроф, вот, чтобы немножко было понятие, чем занимается воин и как тихут его мысли. Значит, мы просто подарим вам сегодня две частоты. Просто подарим. С настройкой сидя, она проходит нормально, абсолютно. Это частота Реналти. Вот. Ей работают всего трое космоэнергетов, которые работают в экспериментальной фазе. Частота Реналти это сельскохозяйственная частота. Основной упор, сейчас на что делают, кто работает с Реналти, экспериментирует, это по удалению колорадского жука с полей. То есть, открывая на поле частоту, колорадский жук уходит, он не гибнет, он улетает, ему не нравится частота. Неплохо на огородах растут растения, тля уходит и так далее. Эту частоту мы вам сегодня сонастроим. И еще одна частота, она информационная, вот, она работает именно на развитие видения и названия не имеет. Она просто будет у вас присутствовать. Значит, вернемся немножко к свече назад. Если вы хотите развить значит, видение внешнего поля, а это так и идет, если по порядку убрать, сначала видение внешнего поля, потом уже параллельные миры. Вот. Лучше всего все-таки начать со свечи. Вы смотрите наше смотрите на свечи. Значит, после этой частоты это 9-20 секунд. Это странно. 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 Значит, после этой частоты день-два работы с частотой. Открывать ее не надо. Она у вас уже присутствует. У вас начнется развитие первичного видения. Значит, глядя на свечу, появится светящаяся аура у свечи. Вот. Которая как на телефонах, как вот раньше мы смотрели по телевизору, радиоволны расходятся, да, такая картинка. Вот примерно та же штука. то есть будет движение ауры свечи в разные стороны расходиться. Вот. Это увидите быстро. Саму ауру свечи с помощью этой частоты видно быстро. Кто-то там сначала маленькую увидит, кто-то побольше сразу с расхождением лучей. Значит, раз мы эту частоту вам даем в подарок, значит, сначала вы смотрите ауру, а потом начинаете смотреть над свечой. над, уже аура видна, она же светится, и над пламенем концентрируете взгляд. То есть опять вы смотрите туда, куда смотреть не должны, как бы отражения вроде бы оттуда не должно быть. В этом случае открывается кусок внешнего поля. Вы увидите значит много-много-много точек, они могут быть разного размера. От микролептона, который еле видно, ну, скажем, до крупной горошины. Даже чуть больше, наверное, как мой ноготь. Вот. Значит, это зависит от интенсивности течения внешнего поля, мы еще называем это космический ветер. Вот. За счет интенсивности вы увидите. Но, так как свеча, свеча, она дает температуру определенную, нагревает воздух, вы увидите рефракцию воздуха над свечой. Правильно? Вот. Если увидите рефракцию, начнете видеть над свечой, значит, будете видеть внешнее поле. Вот. То есть вы увидите, что вверх летят какие-то шарики, как правило, сначала они белые, потом они принимают цветовые гаммы. Вот это начало видения внешнего поля. Если начнете видеть на свече, вот, потихоньку будете настраиваться, значит, на... без свечи работать. Хорошо работать там, где висит или лежит на полу ковер. То есть вот эти вот рисунки всевозможные на стенах, на оборах, на ковре, вот, они дают отвлечение, что вы настроились и смотрите на пустое место. Очень легко увидеть внешнее поле, очень легко научиться, используя правило двух минут. Еще две минуты. Вот надоело, но еще две минуты. Еще надоело, но еще две минуты. Начнете видеть внешнее поле, потом будем разговаривать дальше о параллельных мирах, как убирать эту вуаль астрала. То есть целительские практики, как мы обучали людей целительским практикам, так и будем, но основной упор, у нас идет все-таки на путь знания. По крайней мере у меня, я обучаю пути знания. Большинство учеников продолжают обучение после исторических практик. Естественно, человек, который может работать с параллельными мирами, там, значит, две категории, это исследователь и наблюдатель. Вот, я больше все-таки наблюдатель, чем исследователь. Вот, исследовать параллельные миры, это вмешиваться параллельный мир, значит, обнаружить себя. А если вы обнаруживаете себя, вы получаете противодействие, на вас начинают нападать. Соответственно, если мы видим какое-то НЛО, кто-то увидел, вот, все равно тянет узнать побольше, тянет подойти и так далее. Вот, но контакты с НЛО всегда заканчиваются плачевно, как правило, это нарушение психического здоровья, потому что там другая космическая частота. Поэтому больше все-таки мы на наблюдателе. И наблюдатель, он может воздействовать и работать с параллельными мирами и в целительской фазе, вот, и для получения определенных знаний. Значит, человек, который выходит на внешнее поле, вот этому пугаться не надо, будет тот, кто начнет видеть внешнее поле, как правило, там, какие-то там несколько недель тренировок, и у каждого человека есть рабочий глаз. Один рабочий, второй вспомогательный. А в рабочем глазу, значит, вы будете видеть точки. Не надо пугаться от не нарушения зрения, сначала такие или темные, или светлые точки, которые будут концентрироваться и примерно создадут сначала вот такую фигуру. ну, примерно вот такой скорпиончик. Вот. Вот это начало видения эманации орла или эманации пантеры. Кто-то видит орла, кто-то видит пантеру. Значит, через какой-то промежуток эта картинка станет либо в схеме орла толтекской, либо в схеме пантеры. Сейчас новая идет эманация, эманация пантеры. То есть потом вы будете видеть морду пантеры. Вот. Значит, при видении глазом таких вещей, если вы смотрите на стену, эта пантера будет большая. Да, она далеко. Если вы смотрите где-то рядом, приблизили к себе, она будет, естественно, маленькая. Вот. Это показатель того, что вы вышли на внешнее поле, что вы признаны внешним полем, и можно работать. Значит, если начали видеть внешнее поле, проявляется это путь прямого знания. Не сразу мощно, но проявляется. То есть, вы уже знаете, что если вы сделаете вот так, вот так, вот так, у вас получится вот это, вот это, вот это. Но вы не понимаете, почему вы должны это делать. Это как раз и есть путь прямого знания. Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы получилось вот так вот. Ну, сейчас закройте глаза, это буквально займет минут 10, а мы вам настроим две частоты. Реналти и частоту видения внешнего поля. Значит, глаза открывать можно в том случае, если закружится голова или плохо станет. Если нет, то лучше не надо. Я через 10 минут, 15 зайду, скажу, что когда настройка будет закончена, мы закончим. И продолжим дальше отвечать на вопросы. Закрывайте глаза. Объясните, пожалуйста, с кем разговаривала Ванга. Ванга разговаривала сама с собой. То, что давали кусочек сахара человеку перед тем, как зайти к Ванге, чтобы он там подержал все, это частично путь прямого знания частично у Ванги. А основная масса то, что она получала информацию окольными путями о людях, которые к ней приезжали. То есть там очень большой был рекламный трюк, плюс путь прямого знания, она была подключена к внешнему полю, но первично не сильно, поэтому она могла отсчитывать определенную информацию. Но она ее всегда шифровала примерно как Маскродамус. Она там такого наплетет, потом разбирайся. Здесь еще срабатывала система цыганки. То есть цыганка, которая не профессионалка, гадалка, она вам по определенной схеме начинает говорить, у вас все сходится. Вот примерно то же сам был с Вангой. То, что она видела прозрачного всадника, это реальная картинка, это многие видят и получают подключение к внешнему полю. Вот это по Ванге. Значит, как нарабатывать и открывать подаренные каналы? Чистота Риналти не нарабатывается, ее не надо нарабатывать, она сельскохозяйственная, а вы не колоразский жут и не тля. Чистота Риналти не нарабатывается, которую вы сегодня получили в подарок. Ее нарабатывать не надо. Открывается она по магической схеме, по схеме магического блока, просто произнесением. Вторая частота, которая вам дана на видение, с этой частотой мы никакой работы особой не ведем, она не лечебная, она дающая развитие видения. Вот она у вас есть и есть, она поэтому не имеет названия. Вам ее сонастроили, она у вас присутствует. Все. Вы смотрите на свечку или на руку, частота будет работать сама. Значит, первично, первично, все, кто начинает работать в космоэнергетике, все работают по системе черного ящика. То есть, они не знают при посвящениях, что происходит. Почти не знают, вот, что происходит при лечении. Вот. Для того, чтобы этот пробел закрыть, вот для того, например, написана была вот эта вот книжка, первый том. Дима чуть-чуть с вами, абсолютно чуть-чуть поговорил. Вот. Но к чему был этот разговор? То, что вот такими знаниями, о которых говорил Дима, любой космоэнергет должен владеть. Мы даем именно те знания, которые дают возможность задуматься человеку над мирозданием. А раз он задумывается, он стучится, значит, двери ему открываются. Нормальный воин, который продолжает обучение после целительских практик, он начинает видеть оболочки, он начинает соображать, как это происходит, почему это происходит, как активизировать оболочку. Значит, естественно, будут вот эти выездные семинары. Первый семинар, мы поедем вообще в Подмосковье, месяца, наверное, через два. Соревнование кончится, здесь в Подмосковье соберется группа, которая будет продолжать обучение дальше. Целительские практики, тем людям, которым я доверяю, которым я доверяю, это вот Саша, значит, с Лейлой, это Сережа Нефедов с Людмилой, это те люди, которые, я знаю, как они работают. Я им доверяю, допустим, преподавать целительские практики, кому-то я не доверяю преподавать целительские практики, вот, наверное, мы этот беспредел прекратим через сайт, через интернет, мы просто будем писать о людях, кто на что способен. Значит, обучение когда прошли целительские практики, уже дальше обучаться идет какой-то период, это полгода, год, потом человек останавливается, обязательно останавливается, у него такое появляется как бы неверие, понимаете, что же я уже делаю, ну куда я уже туда, туда, туда попадал, вот, он должен все это переосмыслить, и несколько месяцев человек просто не работает. Потом, правда, идет продолжение обучения человека, чтобы он получал знания. Значит, все, абсолютно все люди владеют способностью заниматься космоэнергетикой. Нет таких, которые этого делать не смогут. Вот как они будут делать, это дело другое, с каким настроением, с каким настроем внутри. Поэтому семинар-то, семинар, вот именно ответ на вопросы о определенной вещи, я просто не могу говорить на семинаре, там, где много людей, это сокровенные знания, которые передаются от учителя к ученику. То есть, когда собирается группа, которая продолжает обучение, группа, учитель сначала занимается с группой. Вот, то есть, вкладываются и простые истины в голову, о которых вы все знали, но не делали, и вкладываются те знания, о которых вы даже не подозревали. Ну, вот, потом, после этого, учитель начинает заниматься индивидуально. то есть, с каждым учеником отдельно. Каждому ученику учитель подбирает свой ключик, чтобы его ученик понял, чтобы он мог воспользоваться этими знаниями. Вот, примерно на таком уровне. Значит, если космоэнергет, подключаясь к информационным каналам, может сказать о пациенте, кто он, ведьма с пятью рогами и так далее, может начать с писания и слышать своим уходящим бесам, а также сказать, кто были твои близкие по прошлой жизни и почему идут трения в этой. Не работа это с низшими мирами. Не услышали меня сегодня немножко. Космоэнергет, работающий в ключе космоэнергетики вообще человек, он никогда не идет ни на какой контакт. он не задает вопросы и не получает на них ответы. Потому что ответить может только заинтересованное существо или сущность. Такой пример я часто привожу его. Если человек богатый, очень богатый, человек хороший, вот, то есть меценат, вот, жалко ему людей, он приходит в семью, где голодные дети, где разутые они раздетые, в общем, беда в семье разруха полная. А семья хорошая и люди хорошие. То меценат никогда деньги этим людям просто так не даст. Потому что у него эти хорошие люди деньги не возьмут, постесняются. Он пачку денег просто потеряет. У них в квартире через 20 минут он приедет домой, ему звонить, будут говорить, что он деньги потерял, он откажется от этих денег, он скажет, я ничего не терял, у меня 3 рубля с собой было. Ну, помыкаются, помыкаются, чьи деньги потратят на детей. То же самое происходит с нами, нам никто ничего не подсказывает, нам не обязан кто-то что-то подсказывать. Путь знания это путь развития личности, это эволюция. И если у вас идет какая-то подсказка, это явно плазмоидные цивилизации, которые по уровню ниже нас мы считаем и по своим законам жизни нам ниже нас. Поэтому сущности мы сжигаем. Небес, небес, энергетическая сущность, она может быть абсолютно разная и подселение идет по-разному. Первый показатель того, что в человеке сущность это запах. Как только вы открываете какие-то частоты или иногда даже не открываете, потому что они идут в автомате, вы уже привыкли работать. От человека идет запах. Запах вот такого лука пропавшего или гнилой картошки это мгновенно, это мощная сущность. Идет внутри. Показатель тошноты это опять показатель того, что внутри у человека сущность. Но сущность не бес. Если вы просите бесов, вы их и получите. Вот. Вы сущность можете видеть в образе беса. Это не видеть ее в чистом виде. Тоже же мы говорим, что те встречи с МЛО, которые были в прошлых веках, в прошлых веках, они всегда описываются там ангелы, бесы, да, почему? Потому что развитие у людей было другое. другие были понятия. Нельзя было тогда объяснить, что такое энергия. Тем более разумная энергия, разумные матрицы. Поэтому выкидывайте лишнее. Космоэнергетика не любит лишнего, она проста. и всегда надо задавать себе вопрос, зачем я это делаю? Нахамили соседки, зачем я это сделал? Сначала надо оценить ситуацию, зачем вы это делали? Для чего? Иногда кажется, что люди, занимающиеся космоэнергетикой, они довольно-таки безразличны к окружающим. Но это только кажется. Человек не воспринимает внутрь себя то, чего не надо. женские варианты, когда соседка приходит к подруге и начинает плакать, жаловаться, какой у нее муж козел и какой он алкоголик, здесь зависит от соседки, как она это воспримет. Если она воспримет это головой, мыслью, она ей просто даст правильный совет. Если она вместе с ней переживает сердцем, то, соответственно, она грузится ее проблемами и ее энергетикой. Хирург, который всю жизнь стоит за операционным столом, если он будет переживать каждому пациенту сердцем сопереживать, как ему больно, как ему плохо, у него просто будет инфаркт, он больше 30 лет не проживет. Надо понимать все головой и никогда не брать ничего сердцем. Сердце не для этого нам дано, чтобы мы грузились чужими проблемами. Мы должны помочь подобрать ситуацию, для этого нам думать головой. Значит, при голосах, когда вы слышите голоса, когда вы получаете какую-то информацию, как правило, вы этой информации начинаете доверять. Значит, если мы здесь живем в относительном бардаке эволюционном на нашей планете, то давайте договоримся так, что там тоже бардак. Практически все друг друга поедают. Если мы будем смотреть на жизненный цикл, все друг друга едят, все кто-то что-то есть, друг друга поедают. Вот это надо все внутри в себе учитывать, стать немножко нейтральным ко всему этому. Задавать себе вопрос, зачем вы это делаете, тогда будет приходить ответ. Не надо жить сердцем, не надо мстить, не надо быть злым. Лучше быть безразличным, чем быть злым. Лучше остаться в нуле, но пусть делают как хотят, пусть живут как хотят. В церкви постоянно начинаю качаться, зевать, а также иногда просто читаю молитву. Почему? Потому что из-под купола церкви идет поток, поток христианского эгрегора. С эгрегорами мы работаем, но работаем шутя, походя. То есть это чисто церковный эгрегор, церковный поток. Человек, который приходит помолиться за больного ребенка в церковь, там какая-нибудь бедная женщина, она никогда не получит результата, если она будет просто читать молитвы. Она не включится в эгрегорный поток. Но женщина, которая переживает за ребенка, она же душой молится, она не молитвы читает, она просит Господа о чем-то. За счет ее настроения, за счет ее настроек она подключается к христианскому эгрегору. Поэтому мы говорим иногда некоторым пациентам да сходите в церковь, да отстойте службу. Это еще дополнительная частота, только эгрегорная, не космическая, эгрегорная. Значит, меня можно перебивать, если что-то непонятно, это еще лучше будет. под татой два пациента располнили. Требуют вернуть в искусное состояние. Как быть? так, если можно, кто написал эту записку? А? У кого учились? У вас нет чистоты тата? Вот нет чистоты тата. А у меня? Ну, не с настроен, расчет полнеет, он хотя бы должен был остаться на том же уровне. Какое-то время. Значит, при работе каналами омоложения и татой, это прежде всего восстановление обмена веществ, вот, эндокринная система и так далее. Значит, к вам может прийти, как правило, это все-таки пациентки, а не пациенты. Мужчины редко от полноты страдают, так сильно им как-то все равно. Вот, значит, вы можете работать татой и каналами омоложения месяц-два и не иметь результата. Не иметь. Но полнить человек не должен. То есть, пока не нормализуется эндокринная система обмена веществ, он худеть не будет. Но если вы два месяца удерживали человека, он не худел, не худел, не худел, потом сбросы идут резкие. Мы описывали эти случаи, когда идут по 12, по 15 килограмм за неделю. Не, у вас нет частоты этой. Я понимаю, у вас нет частоты. Стоять он будет. Почему? Потому что вы не объяснили. Значит, вот этот случай, который в Багировской книжке пытались описать, это мой случай, который, когда там человек 160-170 килограмм, маленького росточка, вот он сказал, Владимир Александрович, я к вам буду ходить, вы сколько скажете, да, лишь бы похудеть. Вот, лишь бы похудеть, ну, маленького росточка, представьте, там, такой вес. Вот у него как раз было так, два месяца практически, он приходил, говорю, там, ну, килограмм на два, я говорю, ну, он в туалет ходил, да не поел, вот тебе килограмм два. Вот, значит, через два месяца вот пошли вот эти вот резкие сбросы. Вот, то есть здесь иногда человек начинает сбрасывать сразу вес, иногда надо подождать. Но пациенту надо объяснить, что может быть до двух месяцев, больше не было, после двух все равно начинает худеть. Вот этот пациент, которого мы описывали, который в Багировской книжке, вот, у меня было настоящее счастье, когда он пришел ко мне в костюме, в галстуке, надушенный весь, такой весь из себя, я говорю, что, я говорю, что за праздник? Он говорит, женщину нашел, он похудел настолько, что на него уже стали смотреть женщины. Обязательно похудеть, просто вам по частоту не совместили. Это бывает у всех абсолютно бывает. Вот, насколько Сережа Нефедов опытный, насколько он опытный уже, бывает, что частота не совместилась. Бывает, потому что нет видения частот до конца. Ну, не совместилась, не совместилась. Вот, потому что масса еще людей работает по системе вот этого черного ящика. Я не мог обучать дальше людей, вот, не гарантируем определенной безопасности. Поэтому я тянул. Еще в прошлом году на меня наступали мои ученики Владимира Александровича, дайте вот это, дайте вот это, дайте вот это. Нет. Я был не готов к тому, чтобы давать это безопасно. Покуда я сам не научился это делать. Вот сейчас три группы прошли, я говорю, стою в группу, крышу рвануло только у одного, и то через 20 дней человек был нормальный и виноват сам. в момент вторичного открытия внешнего поля просто она взяла и перебрала в голове подруг. Кому бы она хотела отомстить, кому бы насолить, то есть вот нет, здесь гордыня, вот что я могу, вот какая я сильная. Вот, и сразу пошел отрицательный результат. Страх вот этот, ужас и так далее. То есть мы должны остаться нормальными людьми. Учение задумано так, чтобы человек оставался нормальным. Космоэнергетика. Женщина, да, женского рода, космоэнергетика. А женщина это существо непонятное. Психология у нее своя, и сами женщины друг друга не понимают, не говоря уже о мужчине, чтобы понял женщину. Соответственно, космоэнергетика себя ведет тоже определенным образом. Она наказывает. но космоэнергетика никогда не наказывает на деньги. Вот. Вообще у нормального космоэнергета никогда не бывает много денег. Никогда. Сколько бы он не заработал, он на эту космоэнергетику и тратил. Обязательно. На развитие, на приборы какие-то, на что-то еще. Это понятный вариант. Но деньги, сами, как правило, семейная жизнь, если не разваживается, то всегда напряженная, всегда такая грубая. Вот. Наказание есть. Ведите себя как нормальный человек. Оценивайте свои поступки, не делайте гадости, не мстите никому. То есть, с учениками работа начинается с того, что из человека делают человека. Ну, просто объясняют, а вот зачем ты сделал вот это? Сами ученики приходят, говорят, я это, это, это сделал. Вроде бы он правильно сделал, но давай разберем по пунктам, начинаешь разбирать, а как-то не правильно. То есть, опять-таки, мы берем параллель с табболой. Учитель-ученик, знания через учителя. В любом случае. Эти знания невозможно описать в книге, невозможно. Попытки делали многие, но когда человек работает с внешним полем, когда он работает с параллельными мирами, у него больше работает подсознание, а кора головного мозга как бы засыпает. Он все видит, он все осознает, он все помнит, а писать не может. То есть, космоэнергетика это очень жесткая школа. Вот, кто у меня давно, вот Дима тут, вот я говорю, старые мои ребята, они уже поняли, что школа очень жесткая. Очень. Это кажется, что все легко, что цитические практики, все, а на самом деле школа очень жесткая и жестокая даже по-своему. Вот, так что возвращать вам в исходное состояние не надо, надо просто заново сонастроиться на ТАТу и все. ТАТа никогда еще, ни разу не было такого, чтобы ТАТа подвела. Даже до 5% на отсек, в которые люди уходят, с которыми нельзя вроде работать даже на похудение, он не должен похудеть, да, вот у него конституция такая вся. Работали, работали, не получилось. Ну не получилось, но в отсек он ушел. Вот, через год он все равно похудеет. Сейчас, секундочку, давайте о похудении. Значит, у меня у самого был избыточный вес и довольно-таки приличный. Мне это не мешало абсолютно, ну я же мужчина, это тем более не мешало моей супруге, она очень любила, что я такой полный, ну, у каждого свое в голове. Вот, ну, как у меня с пещерой когда-то получилось, я просто поспорил, что я проживу год в пещере на литр водки. Да, и год просидеть в пещере за литр водки. Ну, это много свое давало. Здесь тоже такое своеобразное паре, я сказал, что я похудею без всяких частот, без всего. но этому надо тоже учиться, учиться в контакте, значит, правильно построить намерение, принять решение. Получится поступок. Значит, если я сказал, что я буду худеть, я продолжал так же кушать, все так же, тем более я сова, сова ест по ночам, вот, где-то неделю я продержался, не ел после шести, вот, чтобы укрепить намерение, и все. Я похудел столько, сколько мне необходимо. Вот, это без всяких частот. Поэтому вы пациенту должны сформировать намерение. Каким образом? Вот вы ему тоже говорите, не ешьте после шести часов вечера. Пришли без одной минуты шесть домой, без одной минуты шесть стол накрыт, садитесь и спокойно ешьте там до пол седьмого, до семи. Одна минута седьмого за стол не садится. Гости, не гости, пельмени, водка, ничего это значения не имеет. Вот, и за неделю буквально формируется вот своеобразное намерение вот за счет того, что человек хочет после шести есть. Правда, через три-четыре дня он уже не хочет после шести есть, он привыкает, но неделю выдержит, вот так формируется намерение, тогда похудение идет быстро. Быстрее намного. А набрать гораздо проще. Значит, когда человек худеет, мы ему говорим, что он должен кушать только тогда, когда у него сосет подложечкой, да? Вот, вот прям, так кушать хочется, прям вот сильно. Вот в этом случае он садится за стол, ест, пьет, сколько хочет. И вот желательно неделю первую до шести кушать все. Вот, значит, это похудеть. А поправиться никакие диеты, никаких ограничений не будет. Ну, просто работать с человеком и все, не надо. Пусть кушает как хочет, ведет себя как хочет, если поправится. А числоты-то у вас нету, вот он не поправляется, мы же решили сразу. Дело в том, что это самое, я не могу весь зал, допустим, охватить, просто моего здоровья не хватит. Но когда я с вами разговариваю, так как я частоты вижу, я вижу, что у вас ее нет. Пустую. Пустую. Саностройка, нормальная саностройка у нормального космоэнергетта 10 минут. Целителя выше средней руки я могу сделать за 3 дня. Вот. Но это будет только целитель. Вот. Сами посвящения, когда люди стоят по полтора часа на посвящениях, так не бывает. И нельзя держать долго на сеансе человека. 15-20 минут это через день нормальный сеанс, если он его во всем кладающем, если с фонарями не ищет. Тогда уж каждый день. А так через день 15-20 минут достаточно. Если мы начинаем работать с человеком каждый день, он за неделю привыкает к частотам, он их не воспринимает. Каждый день по полтора часа. Он ударную дозу получил, сначала ему полегчало, а потом все, он остановился. Он перестает выздороветь, потому что он каждый день по полтора часа стоит под частотами. Пациент, не космоэнергет. Космоэнергету надо гонять сутками на себя часов. Космоэнергетика, она подразумевает не идеального человека, не святого, а обыкновенного. Вот. И дает возможность жить обыкновенно нормальной человеческой жизнью. Никого не трогая, никого не задевая. А сознавая поступки людей. Мы же на энергетическом уровне раскручиваем, почему человек поступает так или вот так. Поэтому секретов в космоэнергетике, кто занимается космоэнергетикой, секретов нет. Но ей надо заниматься серьезно и солидно. Вот Дима выжил, я говорю, кусочек он вам дал, но эти знания тоже нужны. Их нужно обязательно анализировать здесь, чтобы что-то получалось. Поэтому обучение идет серьезное, поэтому идет контакт учителя с учеником. Нельзя уходить от учеников. Нельзя. Я абсолютно свободно здесь дал свою сотку всем, кто хочет. Номер, пожалуйста, звоните. Нельзя прятаться. Если что-то серьезное у человека, он должен позвонить и спросить, что ему делать. с 1996 года начались вибрации. Ощущаю очень сильно, не могу написать, не могу писать и сидеть, по-моему, так. Перестала спать. Давайте пока на этом кусочке остановимся. Значит, начались вибрации. каждый человек от рождения, каждый человек имеет одну собственную космическую частоту. Иногда две. Это двойной кокон, вот, это то, что называют там, нагвален, учителем и прочее. Вот, одну или две собственных космических частоты от рождения, либо ни одной. Это человек пустышка. Как правило, это люди, которые в жизни вообще не добились ничего. Можно быть гениальным дворником и бездарным академиком. Вот, примерно, бездарный академик это будет человек без частоты. У того же чумака две космических частоты, то есть, полный кокон. Вот, он лечит своими частотами. Только своими. У него совпадают, как лечебные частоты. Начались вибрации, то есть, работают ваши частоты, которые вы получили от рождения. Просто так они работать не начнут. Вы просто так не начнете чувствовать вибрации. Либо надо этим увлекаться, об этом думать. В общем, должна быть какая-то причина. Вот, ваши частоты и начали собственные вибрировать, работать. В них надо просто разобраться и просто, так я говорю, они вибрировать не будут. Может, было какое-то событие, что-то произошло. Вот, частоты, которые люди имеют, вот так, от рождения, одну, две, в христианской традиции, говорят у него, ангел-хранитель, да? Есть одна частота собственная при рождении. Либо у него два ангела-хранителя, три не бывает никогда. Еще никто не видел с тремя частотами рожденного человека. ни по древним знаниям, ни по нашим. Не, мы все космоэнергеты от рождения, ребята, все, мы все можем это делать. Нет, человек, который это делать не может. Это могут делать все при соответственном обучении. Вы и делаете, вы же сюда собрались, большинство, кто уже работал в космоэнергете, кто уже знает, какие результаты, так что. Так, дальше. Вот, по поводу этих вибраций дальше, к врачам не хожу и так далее, и так далее. Значит, здесь такая фраза еще, что не могу спать. Вот, вот, не могу спать, здесь палка такая с двумя концами. Значит, вот то, что я вам показал свечу, и вообще, видение, на книжку смотреть, вот на этот обрез и так далее, у вас очень быстро при таком взгляде будут уставать глаза. Очень быстро. Но, если мы глаза в глаза работаем, появляется ощущение рези, как песок в глазах, здесь просто сосуды набухают, глаза становятся красными, устают. Усталость глаза быстрее открывает видение. Вот, вы не спите, может быть, потому, чтобы у вас быстрее открылось видение, и глаз, быстрее уставали глаза. Вот, а может быть, это связано с головным мозгом, с начальной фазой шизофрении. Ничего страшного в этом нет. Все шизофреники, нет нормальных людей, иначе бы не шла эволюция, только в большей или меньшей мире. Вот, то есть там, где человек не спит, это либо шизофрения, либо, опять-таки, дополнительные частоты, которые дают лишнюю энергию и не дают спать. Здесь просто надо разобраться, к чему это и откуда. Знаете, тут вот дальше в этой записке, там не могу найти работу, там еще. Это не испытание, когда работу найти не можете. Вы просто не там ее ищите. Я все время говорю, что космоэнергет настоящий никогда не имеет много денег, но настоящий космоэнергет никогда не нуждается в деньгах. У него есть именно столько, сколько ему необходимо. Миллион никогда не будет, никогда. а то, что необходимо, вы всегда получите. Значит, вот с этой запиской надо просто с человеком разбираться, смотреть, почему он не спит, почему такие состояния, это уже один на один. Как можно стать воином? Учиться, получить определенные блоки, вот, и начинать обучение. Обучение воинов начинается с философии. Мы закладываем у каждого человека определенные знания, определенную философию. А если есть определенная философия, узнает, что ему делать и как себя вести. Естественно, человек, владеющий философией космоэнергетики, он находит в себе возможность научиться быть всегда правым. научноэнергетики. Нету максимума. Минимум обучения не может быть, потому что это зависит от человека, как он перестроит себя внутри, свои поступки и свои мысли. Как только перестроил, так поехали дальше. А максимума нет, почему? Потому что нет ограничения знаний. То есть, те пять миров, которые сейчас открываются там для некоторых учеников, соответственно, есть люди, которые занимаются другими мирами. Это нельзя открыть сразу на какого-то человека, потому что либо будет летальный исход, либо просто крыша торвет. Грубые энергии, сильные, но люди с годами потихоньку научаются с ними работать. Это как яд. Сначала микродоза, да, один раз лизнул мышьяк, потом еще раз, завтра два раза лизнул, постепенно приучаясь к другим энергиям. Те, которые не должны восприниматься нами. Значит, существует такая гипотеза, что на Марс люди не высадятся пока, потому что там другая космическая частота, другая пиломентарная частота и просто организм человек не выдержит. Он просто не долетит даже до Марса. У нас смена космической частоты. Это не на Луну слетать. Значит, после полета на Луну у всех, у этой троицы американцев, у всех жизнь пошла наперекосяк. Кто-то умер, у кого-то пришел рванул. То есть, даже находясь на Луне, то есть, вроде бы, в поле планеты, все равно другая космическая частота дала последствия. Если работать с нашими частотами, лезть напролом, вот, напролом, результат будет примерно тот же. Надо постепенно привыкать к другим частотам. Значит, по чакрам. Что означает, когда чакры вращаются в обратном направлении? Вот, как это влияет на информационное поле или шар бытия. Значит, если чакры действительно крутятся в обратную сторону, не одна, две, а все, вот, я не думаю, что этот человек сможет заниматься космоэнергетикой, может заниматься только отрицательными энергиями. Движение чакры, движение чакры идет по часовой стрелке, если мы смотрели бы на человека сверху, на его голову. Ну, по часовой стрелке, да, если смотреть сверху. Если мы видим, что одна чакра несколько или все идут в обратном направлении, то у магистров есть техника остановки чакр и запуска их в нужном направлении. Такого пациента несколько дней контролируют, потому что он приходит, у него чакра опять крутится в обратную сторону, все или несколько их опять запускают заново, опять запускают заново, как и при лечебном процессе, просто с чакрой, когда она стоит, пока она не будет идти нормально, пока она не получит толчок энергетический. Пока все понятно. Значит, вторая часть, что значит получить чистоту посвящения, получить определенную информацию в свои тонкие тела и сохранять ее, нарабатывая эту чистоту. Не надо ничего сохранять. Если вы получили информацию, вы ее получили, как ее сохранить? Зачем? Наработка частот это наработка частот. Получили, получили, забыли эту информацию, значит, она вам не нужна. Это еще один побочный эффект космоэнергетики нарушения памяти. Кто плотно работает в этих потоках, он не помнит мелочи. Я правильно говорю, я не помню, что было два часа назад, потому что два часа ничего такого не произошло, чтобы запомнить. лишняя информация не держится в голове. То есть, вы можете договориться с подругой о встрече и легко забыть о ней, потому что встреча ни к чему не приведет, это такая, она не нужная. Ну, и запросто. И про пациента тоже. Но пациент, он существо такое, он сам вам напомнит о своем существовании, так что ничего страшного не произойдет. Он же пациент, ему же легче, он придет. Вообще, вообще, значит, тут еще много факторов, которые на семинаре мы просто поднять не сможем, я же сказал, просто отвечу на любые вопросы, постараюсь ответить, если хватит времени и терпения вашего. Бывают такие случаи, когда к вам приходит пациент, а у вас руки на него не поднимаются. Не хотите вы его лечить? Не хотите, не поднимаются руки. Вот. Это еще одна подсказка вам, что с этим человеком у вас результаты будут либо не очень хорошие, либо их не будет вообще. Но один сеанс вы обязаны провести все равно, поднимаются у вас руки или не поднимаются. А потом, чтобы не врать этому человеку, ему надо сказать правду после сеанса, что наши с вами энергии не совпадают, ищите себе другого целителя. Вот. Но, если вы ошибетесь в этом случае, бывает такое, ну, человек просто неприятен стал почему-то. Вот. Вы ошиблись, провели один сеанс, ошиблись, можно его было лечить. в течение года, как правило, человек выздоравливает сам. После одного сеанса наши частоты, они никогда не закрываются полностью. Почему к вам пациент приходит, не успел, глаза закрыты, а его уже заштормило? Потому что вы рядом, его шатает, потому что частоты уже прошли. Они остались у пациента, частично, они никогда до конца не закрываются. Значит, по поводу разного лечения у разных людей здесь есть, я уже говорил, что если лечил магистр, то мастер уже вылечить не сможет. Потом, космоэнергетика, она спонтанно, видимо, получилась так, что после нас какой-то лечебный процесс целительский, он обычно не идет у других целителей. Был такой случай, когда человек поехал за город, его там бабушка молитвами отчитывала, и ему помогало на полгода после такого бабушкиного сеанса. А он поехал после космоэнергетика к этой бабуле. Бабуля не аферистка, бабуля профессионал, на половине молитвы прервала и сказала, езжай туда, кто с тобой работал, доченька? Я не знаю, что это, но я уже пробиться не могу. То есть, один сеанс вы все равно должны провести. Как называется энергия, с которой работает космоэнергет? Частоты. Так, Елена Рерих писала о энергии, которая лечит, и называла ее психической энергией. Какая разница, горшком мы назовем или пилой, лишь бы в печь не сажали, да не пилили. Какая разница, кто... при лечении онкологических заболеваний у пациента в области опухоли появляются полудуги. Они то видны, то не видны. Что это такое, откуда они появляются? Значит, мы, у нас есть практика оставления энергетической дуги на больной орган. То есть, мы оставляем дугу там на седенку, на определенные органы, когда тяжело нам работать. Учитель при сонастройке вот в этот черный ящик, который вы открываете через пароль. То есть, вы через пароль открыли, у вас пошли определенные сонастройки. Соответственно, закладываются определенные техники. То есть, вы видите часть техники, что нужно оставлять дугу. Но помогите этой дуге, укрепите ее. Вы видите часть дуги, потому что она должна присутствовать. Той кусочек прямого знания. Так, как узнать, работают ли частоты? Никак не узнать, работают ли частоты, пока вас не посмотрит специалист. Здесь вот понятно, ладно, не получается, да, с полнотой не получается, с похудением, ну, понятно, вроде не работает. Просто должен посмотреть специалистом. В противном случае, если у вас какие-то частоты не сонастроены, их заменит буддийский блок. Другие частоты буддийского блока заменят их. Можно, имея частоту фарум-будда, развить ее до определенного предела и работать одной этой частотой. То есть, что происходит в рейке? У них одна частота Святого Иисуса, плюс куча космознаков, усиливающие эти дела. Единственное, что там в рейке меня, может быть, настораживает, это вот эти прикосновения и контакты. Поэтому человек в рейке долго как целитель не работает. Какой-то промежуток и все. И он встал. Так, Владимир Александрович, реально начинающему космоэнергетам заниматься самолечением или обязательно надо ходить на сеансы в центры более... Да не надо никуда ходить. Зачем куда-то ходить? Значит, космоэнергет, который начинающий, нулевичок с нуля, первые частоты, первые знания, первые разочарования, первые взлеты и так далее. Вот. Первые два-три месяца этот человек лечится. Он нарабатывает частоты и лечится. Где-то у него идет обострение. И когда идет обострение, это не показатель, что плохо, а показатель того, что хорошо, сто процентов вылечишь, если идет обострение. То есть, человек, первые два-три месяца, пока он к ним не привык к частотам, у него идет лечебный процесс. Потом лечебный процесс будет очень слабым. Вы привыкли к этим частотам, ну, как к какому-то лекарству, которое вы пьете постоянно. Мы к нему привыкли, и все. То есть, лечебный процесс закрывается. Но если у вас там камень в почке, я не знаю, простыли или что-то, берите любого человека, начинайте с ним работать. В принципе, больным меня никто еще никогда не видел, видели с гриппом. Вот, то есть, где-то я уже совсем мощно подцепил грипп, но через два дня гриппа не было. Вот. Естественно, я сам себя не лечил, хотя у нас есть лечащая частота у магистров, хан в Антаре, но ей редко кто пользуется почему-то. Я не знаю, почему вот я и вообще практически не пользуюсь. Я просто ставлю мысли образ какого-то знакомого и начинаю с ним работать. Я знаю, что у него болит, я вижу, я начинаю с ним работать и выздоравливаю сам. То есть, когда мы с кем-то работаем, мы выздоравливаем сам, не имеет значения контактным, вы работаете без контакта, по мысле-образу. Так что, если вы уже получили частоты, вот, если они у вас есть, ходить на сеансы, лечиться абсолютно не обязательно. Мне вообще надо придерживаться, наверное, древних пословиц, врачи, спили себя сам, потом уже с другими. Вот. Можно частотами вылечить сахарный диабет. Вот. Инсулинозависимый можно. Можно, но у нас есть техника списывания. Ее не всегда правильно преподносили, правда, но есть техника списывания. Если мы спишем сахарный диабет, привязку, существует три вида привязок, верхняя на покойников, значит, боковая там, нижняя, если мы привязку списали, плюс наши частоты, диабет начинает отступать. Дело это долгое, как правило, это несколько месяцев. Списать диабетическую привязку уже довольно-таки сложно. Но здесь написано, инсулинозависимый. Во-первых, я не знаю, какая доза у него инсулина, но да бог с ним. Значит, когда мы работаем с инсулинозависимыми, они очень быстро начинают бросать шпейс. Очень быстро. Ему хорошо, ему легче, ему все, он, значит, берет там на пробу кровь, смотрит, значит, сахар, все хорошо. И они перестают употреблять инсулин, очень быстро снижают, очень быстро снижают дозу, либо отказываются от инсулина, а это грозит все-таки печеночной комой. Вот, поэтому с диабетиками надо очень осторожно, работать, вот, очень плавно сбивать дозу инсулина, очень потихонечку, вот, он все равно должен себя поддерживать. Потому что хорошо, 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 потом сплет, обострение, и человек приехал. Да, сахарный диабет лечится, но продолжительное время. А если мне 44? Ну и что? Ну и что? Вы же старушку беретесь лечить? Неходячую. Она не ходила, не ходила, вы взялись лечить, она бегает с веником за внуком и ходит в магазин. Это же у вас получается? Почему это не получится? Здесь опять ваша настройка, смотрите, вы говорите, ну ему же 30 лет, как бы уже не поздно, все, вы уже приехали, вы уже сказали, что вы его лечить не будете. Сто процентная уверенность в себе. Питание, важный этап совершенствования, мне трудно сказать. Честное слово, нет, трудно. Поголодать полезно, очень даже, 3 дня, 7 дней, там, 11 дней кто-то голодает. Ну бывает и я, что 2-3 дня голодный. Вот, не потому что я так хочу, а потому что так совпало. Голодание никогда еще не мешало, лишняя чистка шлаков, абсолютно нормальный вариант. Значит, пожалуйста, скажите о лечении ДЦП. Ни разу, еще, никто из Космоэнергета ДЦП не вылечил полностью. Срок, это год-полтора. Вот, и каждый ДЦПшник получает свое, свою дозу, какое-то облегчение, и на этом практически все. Потом еще труднее с ними работать. Были результаты до 80% улучшения. были такие, но это очень редко. Как правило, все-таки 10, 20, 30, 40% по здоровью мы добавляем ДЦПшник, он становится более подвижный, более там умный, если ты ребенок. Значит, ну, последний ДЦПшник, с которыми работали москвичи, мои ученики, Никит такой, 14 лет мальчик, он не ходил, вот, не мог руками что-то взять, вот, но что-то брать руками его научили. В течение 8 месяцев научили брать руками предметы. Правда, не с первого раза, но он брал. Вот. И за 8 месяцев его научили немножко ходить. То есть, если бы мама его продолжала водить, ручку на плечо пошли в туалет, он бы стал ходить. Вот. Но когда в семье больные такие дети, такими серьезными заболеваниями, то родственники, родные, они просто привыкают к состоянию ребенка, что он такой. Они привыкают. И как бы они ни хотели, они столько внимания на лечение уже не уделяют. Они просто привыкли. Вот после 8 месяцев, вот этот Никита, который начал двигаться, все, он сам это даже понимал, хотя ленивый, страшный, говорит он тоже плохо, он стал лучше говорить, но через 8 месяцев мать прекратила сеансы. Сеансы она даже до года не довела. Хотя абсолютно бесплатно двое ездили, работали к ним, с ними все, просто проверяли свою силу, так и все. Она просила, она говорит, я все-таки привыкла, мне тяжело это. Тяжело делать с ним это, тяжело это. Да ну его, вот уже как будет, так будет. Вот это тоже надо учитывать. ДЦП обычный вариант, это год работы, потом перерыв полгода, месяцев семь, и еще на полгодика, на год. Потом просто бросаете уже. То, что вы за полтора года сделали, уже больше вы не сделаете. Можно ли браться за удаление опухоли мозга? Не нужно. Можно, но не нужно. Это еще одна беда космоэнергетики, не лезть в голову, не трогать голову. Это не боли с головы вытащить, это не мигрить вычистить, это опухоль. Вот. Ну, опухоль, как правило, саркома, если она мужская, но это должны подтвердить вам врачи, вы это увидеть не можете, что метастаз нет, мужская опухоль. Можно попытаться, но есть всегда побочные эффекты с головой. Если саркома женского рода, там и операция не поможет, потому что женская саркома, она все равно даст метастазы и пустые операции. Если же опухоль не мешает человеку, он может с ней жить, то лучше ее вообще не трогать. С головой нет. Можно ли одновременно посещать две школы космоэнергетики? Можно, а зачем? Мун папам, говорят, не верят, да? Выбирайте одну. Нужна ли она только на свои собственные каналы? Если они здесь. Нет, не нужна, вы с ними живете. Нет, вы с ними живете, они работают у вас постоянно. Существуют методы, восстанавливающие утраченные органы во время операции травм. Не было у нас случаев в космоэнергетике, начиная у меня, чтобы мы восстанавливали органы. Утраченные. Вот. Значит, если, допустим, ну что взять, ну, корритовый камень в почке, вот, то есть уже вся почка, она каменная, все, отменела, ее только удалять. Да, мы справимся с этой почкой. Это вот, мы с Кремлевки брали людей, как раз вот с такими заболеваниями из больницы справлялись. Вот. Но восстанавливать органы я не пробовал, и, насколько я знаю, мои ученики не пробовали, и если этого я не делал, я объяснить это просто не могу. При лечении алкоголизма что необходимо учесть, когда пациент не желает лечиться? То есть, что предпринять, и как конкретно можно лечить? Очень легко работать с теми людьми, которые действительно хотят бросить пить. Которые поняли, что уже допились до такого состояния, что надо дело прекращать. С ними работать легко, но там фактор остается, фактор друзей. Сегодня у меня есть деньги, значит, пьем, да, вся компания. Завтра у другого деньги, опять вся компания пьет. И то есть, человек, который хочет бросить пить, идет домой, он никогда не пройдет мимо этой компании. Его зовут, да? Иди сюда. Ну-ка, давай 100 грамм. Вот это один из факторов, которые, например, им мешают в лечении алкоголизма. Но если человек действительно, искренне хочет бросить пить, но эту зависимость алкогольного у него снимаем. И я не знаю, почему, вот, это когда-то так пришло само, и осталось. Значит, если человек бросает искренне пить, мы ему объясняем, как только тебя компания будет звать к себе на 100 грамм? Подойди, поздоровайся и скажи, ребят, вчера скорого вызывали, сердцем так плохо было, да? И все сразу начинают орать, не-не-не-не, тогда не пей, все, 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 что ты, сердце? Если он будет им говорить о циррозе плечени, о дальних почках, о дальнем желудке, ему все равно нальют и скажут, вы пить 100 грамм. Но сердце почему-то останавливает. Вот, людей, они, у сердца там. Значит, в этом случае я не вижу никаких проблем, это где-то неделя, 10 дней, и мы снимаем зависимость настолько, что человек просто не тянет к этому делу. Или тянет очень умеренно. Но человек должен хотеть это сделать сам. Как правило, приводит, допустим, мужа, жена приводит, она его приводит, он не сам пришел. Он не хочет бросать пить. Он и не собирался. Но чтобы она отрезалась, вот, чтобы она здесь над душой не стала, пойдем лечиться. Конечно, такой человек не бросит пить. Поэтому, иногда, очень хорошие результаты с такими, никогда его жена привела. А когда она просто молча с ним работает, он об этом не знает. А результаты бывают лучше, чем она бы его привела, а он не собирается бросать. Потом, возможно, зарядка водки, вина, чистотой Раун. Вот. То есть, сама жена взяла бутылочку вина, там две, принесла домой, зарядила Раун, или зарядил ее целитель. Вот. Он это вино пьет и блюет. Пьет и блюет. Она вокруг бегает, счастливо, орет, допился, скотина, допился. Ах! Ах! Вот работает Раун. То есть, если человек не хочет, ему просто плохие состояния. Он получает алкогольное отравление и уже иногда рвет по несколько дней. Вот. От одного запаха. Если же человек что-то не хочет делать, насильно мимо не будешь, лучше это не делать. Ну, далеко надо работать с ним, посредством мысле образа, ставить его мысле образ. Значит, вот тут, вот тут, с моей практики мама и дочка. Мама жила в Ташкенте, вот. А дочка где-то там далеко. Но к Василии страшно обе. Вот. Значит, с дочкой я поработал в построении мысле образа и дочка бросила пить. Она, где-то там бросил полностью напрочь. А мама так и не бросила, потому что она не собиралась, она и не хотела этого. Так. Можно ли работать частотой с утра карма? Так как есть мнение некоторых специалистов, что лучше этого не делать, так как последствия этого действия в целом негативно для эволюции человека? Покажите мне этого специалиста. Вот. Ребят, мы говорим, что с утра карма, она не снимает карму с человека полностью. Она снимает частично карму, наработанную его родственниками. и никаких последствий потом нет. Если частота не может справиться с кармической загрузкой, она с ней просто не справится, она не даст результата. Если же человек с помощью нас, как правило, люди меняются, даже пациенты, которые к нам приходят, они меняются. Если мы открываем с утра карму, у него частично снимается карма, наработанная его родственниками. Мы не открываем с утра карму на каждого пациента абсолютно. Не открываем. Нет, мы открываем там, где это необходимо, где у нас не получается, где у нас идет тяжело с лечением, там мы открываем частоту с утра кармы. Открывается она один раз. Ее бесполезно открывать два раза. Она то, что стянуло, то стянуло. Какой-то человек вообще не ощущает частоту эту. Вообще не. Ну и что? Ну вот отстоял все, никаких последствий. А сколько вариантов, когда люди рыдают под этой частотой? Вот. То есть, если человек заплакал, это уже показатель, что карма, снятие пошло. Часть чего-то она стянула, и все, второй раз включать ее бесполезно. Она больше уже ничего не сделает. Как она может вмешиваться в жизнь в человеке, если мы эти частоты буддийского блока особенно, магического, они проверялись много-много раз специально. Если вам дается эта частота, она работает. А если у кого-то недостаток, какое-то знание заменяют от себя, тяну, это не мои проблемы. Все равно, в любом случае, что ни говори о космоэнергетике, как и ЮНИ-3Пи, целительские практики все равно работать будут. Они подарочные. Да, выход в другие миры, выход в другие измерения это другой вариант. Целительские практики будут работать. Даже у скотины. я постоянно вижу звездочки, ярко переливающие вокруг камней, свечи вокруг, так, на пальце. Это и есть видение внешнего поля, это начало видения. Это начало, это не видение внешнего поля. Внешнее поле, оно просматривается в четырех ипостасях и не так просто. Оно начало видения есть. Потом, начало видения, здесь тоже есть люди, ко мне подходили сегодня, говорили, значит, есть такой вариант, что в районе глаза, в районе виска появляется огонь. Либо голубоватого цвета, он вот, как какое-то животное крутится здесь. Либо ярко-красная такая полосочка, полукруглая. Вот это тоже начало видения. Начало видения внешнего поля и, естественно, будете видеть миры. Понятия не имею, о чем вы говорите. Не знаю, не в курсе. Не могу ничего сказать, не видел. Могут ли частоты подтаскивать к себе другие частоты во время сеанса целительства, которых нет в космоэнергетике? Сами по себе мы сегодня уже говорили, что сами по себе частоты, они несут защитные функции, они закрывают вас. И, естественно, посторонние частоты, они просто к вам не пробьются. Дочь 16 лет просит посвятить частоты форум Будда. Можно ли в этом возрасте обретать дополнительную силу? Не вредно ли это для подростка? Да, я думаю, в 16 лет уже не вредно. В наше время, в 16 лет, по-моему, уже ничего не вредно. В принципе, значит, самый маленький ученик, самый молодой, который у меня был, это мой сын. Он начал у меня обучаться в 6 лет. в 7 лет он был магистром, в 8 лет он приходил ко мне на работу, значит, я работал на госпредприятии, и пациенты мне говорили так, Владимир Александрович, идите покурите, пусть работает Степа. Вот это самый молодой ученик у меня был. Самый старый ученик, 92 года, бабушка, которая потом еще года 3 работала целителем. Ограничений, как таковых, возрастной ценз нету. Но я все время говорю, если вы возьмете не в 16 лет девочку, а в 10-11, то это чревато тем, что она никогда не выйдет замуж. Ей не нужен будет мужчина. Когда ребенок в раннем возрасте девочки, именно девочка, не мальчик, начинает заниматься космоэнергетикой, то она становится безразличным к мужчинам, потому что и знания, и они перебивают все. С детства, когда человек начинает заниматься такими практиками, это вырастает, очень быстро вырастает хороший маг, настоящий маг. И, соответственно, мужчины девочкам не нужны. У меня была такая девочка, мы начали рано с ней заниматься, мама привела, все, потом замуж мы отдавали ее вместе с мамой, мы ее подставили. Другого выхода не было. Вот это надо учитывать. А в 16 лет это уже сформировавшийся характер, вполне реально можно заниматься космоэнергетикой. Слишком уж это шикарно для наркомана. Но частично мы ломку снимаем. Вот, то есть в течение двух-трех дней мы снимаем в депрессивное состояние ломку, потом там закрепляем еще несколько дней и отпускаем наркомана. Абсолютно долгое время у нас это дело не занимает. у многих. Кто-то слазит значит с наркотиков в течение два месяца. Двух месяцев там, ну, редко больше. Есть у нас один ученик, который был страшным наркоманом, ярым наркоманом, там до ужаса много лет сидел на игле, дозы бешеные, пришел к моей ученице, она его вылечила и вышла за него замуж. Вот. То есть доверяю полностью, что он к этому не вернется, но он хотел этого сам. Как правило же, как правило, когда к нам приходит наркоман, то после наших часов он приходит еще раз месяца через два, через полтора, там через месяц, через три месяца опять приходит он. То есть он сорвался. В этом случае мы его берем опять к себе, пришел второй раз, опять снимаем ему ломку, опять снимаем зависимость. Когда он к вам придет третий раз через несколько месяцев, то его нужно выгнать. Значит, в этом случае он пользуется вами для снятия ломки, когда у него нет наркотика. Если после двух раз человек не понял, вот я лично третий раз уже не возьму. Это реальная вещь, но человек должен хотеть избавиться от этого сам. И опять-таки мы не психологически вкладываем его в голову, мы просто убираем зависимость, его не тянет. Но ощущения внутренние остаются, он должен бросить хотеть сам, иначе он все равно вернется к игре. Могла ли бабушка-целительница отсечь каналы у моей пациентки, которая до этого лечилась у меня? Так объяснила сама пациентка, что группа учителей не хотела ее отпускать, но бабушка-целительница их отсекла. ой, ребят, нет шизофрения. Не-не-не. Как только пациент вам начинает что-то плести про бабушку, про все, нету человека, который достал бы космоэнергета. Нету, нету человека, который достал пациента космоэнергета, если этот космоэнергет работает правильно и уверен в себе. Ничего не произойдет, там бабушка, это все. Значит, люди остаются людьми, надо это учитывать. мистика, эзотерика, непознанная, оно тянет человека к себе, тянет. Ему устраивает бабушка, дедушка, кто-то что-то сказал. Сам вам, что вы этого не сказали, ну ладно. Вот. Но он поверит бабушке какой-то посторонней, которая ничего для него не сделала и может не поверить вам, когда бы убрали у него кучу болячек. Ну едет у людей крыш, ну срывает, ну хочет она так думать, пусть она так думает. Пациент курил 30 лет и 2 пачки приму в день. После 10 сеансов чистоты раун стал курить 10 легких сигарет в день. Частоты совсем бросил. Надо работать чистотой раун дальше. Можно и работать, а можно и не работать. 10 сигарет легких. Вот. Я тоже курю. Вот. Курю сигареты, тоже курю легкие. Вот. До некоторого времени я курил как минимум 2 пачки в день. Это как минимум, обычно 3. Вот. Сейчас я выкуриваю пачку в день, потому что я так хочу. Но бросать курить я не хочу, мне это нравится. Почему я должен бросать то, что мне нравится? Или курить где-то в уголке, лицемерить, что я не курю. Зачем? Если я курю, я курю. Вот. Но пришло время и у меня доза пошла на спад. Уже пачка. Вот. Человек курит 10 сигарет, значит ему это нравится. Если ему не нравилось, вы ему помогли, уже 2 пачки приема не курит, он выбросил полностью. Но ему хочется курить. Где-то обстоятельства складываются так, что хочется курить. Может быть, это человек творческий, я не знаю, работает по ночам с чашкой кофе, там вообще без сигареты не обойдешься. А? Да ритуал сигарет, конечно ритуал, но как сидеть, что-то писать или где-то там работать с какими-то вещами, я говорю, вот особенно по ночам с чашкой кофе, да невозможно без сигареты кто курит. Значит, еще раз, как нужно работать с Риналти? Риналти относится к частотам магического блока, открывается простым произнесением без всякого пароля. Закрывать частоту не надо. Вопрос. О какой именно защите вы говорите? Что космоэнергетов за работу без защиты будут наказывать? Я не сказал, что будут наказывать космоэнергетов. Вот. Наша защита это пирамида и ракушка, вот, в которой нарастает энергетическая жемчужина. Она несет не только функции защиты. Значит, при построении таких мыскообразов, при работе с такой энергией, которая останется потом с вами, вы опять-таки обучаетесь владеть определенными энергиями, определенными потоками и что-то строить из них. Это процесс обучения защиты. Правильно построенная защита через неделю, через 10 дней не нужна, она уже вросла в вас настолько прочно, что вы ее видеть начинаете. Вот. И все. Это еще один толчок к тому, чтобы человек развивался. Хорошая записка, Владимир Александрович. Значит, действительно не хватает. Чего не хватает? Планируете ли вы опубликовать книгу, в которой было бы весьма, что такое космоэнергетика и когда? Да, наверное, будет такая книга, где будет объяснена космоэнергетика, но не раньше осени. Оно абсолютно сейчас не нужно. Мы хотели, чтобы первый том вышел к семинару книги, вот к этому. Но когда нам сказали в конце февраля, мы очень легко на это согласились. Вот. Мы никуда не торопимся. Вот. Первый том, он дает определенную философию, определенное осознание. Второй том будет посвящен более серьезной работе с космоэнергетикой. И уже где-то может быть в третьем томе мы дадим понятие определения космоэнергетика. Сейчас необходимости большой нет. Понятие сама, полностью понятие расшифровать космоэнергетикой, если сейчас мы начнем с вами говорить, нам надо говорить где-то до утра. Это опять подумать все темы, с которой связана космоэнергетика. Естественно, мы никуда не торопимся которые не имеют первоочередной такой необходимости. Почему космоэнергет воин? И с кем и чем он воюет? Почему космоэнергет воин? Потому что эта методика названия осталась все-таки с древних времен. Древние видящие называли людей знания воинами. С кем воюет воин? Воин прежде всего, воюет сам с собой. Вот он с кем воюет прежде всего со своим характером, со своими гадостями внутри, со своими пакостями, со своими настройками жадности и так далее. Вот это и воин. Он лепит из себя существо такого порядка, которое может выходить в другие реальности. А это заложено в человеке только в том случае, если он становится человеком. Ведь по большому счету назвать нас людьми очень сложно. Поглядев на горячие точки, поглядев на заложников, поглядев на весь этот бартак, мы говорим, мы ждем, когда прилетят зеленые человечки, нам помогут. Нам не помогут, потому что понять нас не могут, почему мы себя так ведем, почему мы выбиваем себе подобных. Те же параллельные миры, они живут другими законами. И вот воин это как раз таки человек, который прежде всего воюет сам с собой, он свой внутренний мир делает другим. И в этом случае он видит другие миры и начинает работать в другом ключе. Ни с кем воин не воюет, он воюет сам с собой. Ладно, забросили сайт, не занимаемся сайтом, нету времени. Там тоже были такие вопросы, с кем воюет воин и так далее. Но было и такое, что воин, воин, он, это вот на сайте, на форуме было, что воин все принимает в штыки, да? Что не скажи, воин сразу замужет, да, да, это верно, воин, настоящий воин все принимает в штыки, особенно если это неправильно. Потому что он видел своими глазами, он знает как правильно. Конечно, он принимает в штыки. Он не может не ответить, он воин. Он должен объяснить, он должен сказать. А воин воюет сам с собой больше ни с кем. Воевать сил не зла, это дело неблагодарное и никому не нужное. Это просто энергия определенной направленности, которая блокирует даже святая вода иногда. Раз, и закрылась картинка. Значит, частота нали, расшифруйте ее лечебные функции. По поводу магистровского блока и частот. Еще года два назад, года два назад, мы своим ученикам стали говорить, что лечить магистровскими частотами не нужно. Их нужно для саморазвития. Да, они несут в себя определенный лечебный фактор, который указан в старых распечатках, в старых. Он указан. И они это делают действительно, но есть побочные эффекты с потерей здоровья в других частях, в частях тела. Поэтому, значит, в магистровском блоке лечебная частота осталась Тхан в Антарию, который работает сам магистр с собой, и лечебная частота осталась Перун. Все, остальные мы давно вычеркнули со своих распечаток давным-давно, что магистровские частоты лечат, они калечат. Но космоэнергетика эта штука-то новая, существует не так давно, поэтому свои ошибки мы исправляем. Работает только Тхан в Антарию в лечебном ключе и Перун. Везде остальные, и как правило, даже не столько на здоровье, сколько на психику они дают отрицательный эффект, когда мы начинаем лечить магистровские частоты. Шива не лечит, Шива дает интеллект, Вуду не лечит, она дает смену решений я, я говорю о лечебном факторе. Если нет видения, как можно работать с частотой фантомных операций, можно ли помочь ребенку с ДЦП, ну про ДЦП мы говорили, видение надо развивать, и надо в видении верить себе, но не увлекаться, вот, то есть вот то, что мы сегодня говорили, картинки, еще что-то, лишнюю информацию просто нужно отсекать, надо сначала понять то, что понятно, а потом владеть лишней информацией, поэтому надо развивать видение и верить себе, хотя бы видение мыслеобразом, оно развивается очень легко, фантом, свой фантом, по-моему, если даже его не увидишь, его на тактильных ощущениях чувствуют, что он делает, не знаю, может быть, уже у меня много лет прошло, и поэтому мне кажется, это простым, но видеть фантома, что он делает, прозрачный спектр, по-моему, не составляет труда, надо просто верить в то, что нет невидящих людей, нет, просто определенные техники, определенное состояние души дает видение, невидящих нет, мы все видим, надо это развить, мы же, так как мы не видим, мы же не можем ребенка обучать с детства, потому что мы сами ничего не видели, если бы ребенку объяснять, вот смотри, какой здесь поток идет, вот это внешнее поле с детства, да, он бы его и видел, но он его не может видеть, потому что это как бы получилось неважно, то есть ребенок растет, идет процесс обучения, это ему никто не учит, потому что это неважно и как бы не нужно, общество-то все-таки у нас техногенное, древние учения, они там действительно обучались с детства, или там филиппинские хиллеры, это же реальная вещь, но основная масса это аферисты, где ловкость рук и ничего больше, а настоящий хиллер его просто учат с детства, с самого раннего детства, как только он появился на свет, его уже идет процесс обучения, я не знаю, что бы было с космоэнергетикой, если бы действительно с детства мы начали все обучать своих детей, как бы мы ее развили, потому что дети, развитие первые годы обучения, она самая мощная, я штука что объяснил по обучению маленьких детей, во время моей беременности мне открывали частоты, является ли мой ребенок космоэнергетом, космоэнергетом он у вас не является, значит, бытовало такое расхожее мнение, и не наше, не моих близких учеников, что якобы нельзя работать за беременными, да ну глупости это все, вот, отлично мы работаем за беременными женщинами, у меня двое детей родились из-под частот, вот, мои дети, вот, значит, дети, которые во время беременности работали мы с матерями, вот, ну я так грубо говорю, меня не сразу все понимают, рождаются уроды, но уроды в хорошем смысле, это будет гениальная математика, это будет художник, вряд ли поэт, поэт, поэзию космоэнергетика не очень признает, видимо, вряд ли, вот, это будет просто талантливый человек, либо это будет хороший экспрессерс, значит, дочка у меня почти до года после рождения левитировала, спонтанно, вот, мальчишка, я говорю, в 7-8 лет папа не нужен, пусть лечит ребенок, так что, это абсолютно, с беременными работой абсолютно нормальная, если кто-то что-то сопоставил, там, какие-то факты, что-то не получилось и сказал, что забеременно работать нельзя, то это неправильно, можно абсолютно, но как же, если там, допустим, ребенок слабо развивается, мы помогаем и прочее, даем развитие, это нормально. Так, вот здесь интересная очень записка, Владимир Александрович, по поводу еще воина, нет ли уже войны между высшими космоэнергетами и не растет и каждый противник свое войско. Значит, войны между космоэнергетами нет, с моей стороны я не понимаю слова война, вот, мне сейчас подошли, подзадали вопрос как раз по Молодецкому, когда звонили Молодецкому Сутяковым, а там говорили мы в состоянии войны, но если они в состоянии войны, это не значит, что в состоянии войны Петров. Техники воинов, техники воинов я стал давать всего лишь год назад, год назад я начал давать вот этот обучающий процесс техникам воина, мы уже решили, что воин воюет сам с собой, войско растить не надо, вот, если кто-то считает себя в состоянии войны со мной, вот, это его проблемы, я еще никому из своих учеников ничего плохого никогда не сделал, никогда, поэтому если у кого-то нет проблемы со мной, это их проблемы, это не мои проблемы, и как вы относитесь к школе Молодецкого, никак я к ней не отношусь, никак, вообще, вот, а вот второй вопрос записки, не превращается ли школа в продавцов воздуха, то есть частот, ребят, я не знаю, кто это написал, я не буду просить человека подняться, но космоэнергия это тысячи уже, все это работает, и люди, которые пришли сюда в большинстве своих случаев, там правильно они работали, неправильно, но они проверили эти частоты, мы не продаем воздух, люди выздоравливают, я говорю, состояние делают на этих техниках, так что не надо говорить, что мы продаем воздух, на первой ступени школы Багирова мы встретились с очень многими людьми, элементарно была гадарин и только в космоэнергетике, но и в жизни, но они были мастера и магистры и имели многих пациентов и учеников, как же соблюдать чистоту учения, надо же нести ответственность за свое дело, безусловно, ответственность нести надо, безусловно, вы приняли решение обучаться космоэнергетике, вы работаете с людьми, вы отвечаете за них, когда у меня ученица сорвало крышу, я приложил все усилия, чтобы эту крышу поставить на место, хотя вина была не моя, а ученица. Когда у моего ученика начались семейные неурядицы и неприятности, вот, он не побежал куда-то, он приехал ко мне решить эти неприятности и проблемы, потому что он знает, что с помощью энергии решаются многие жизненные проблемы, их можно понять, не обязательно ими управлять, можно их просто вот таким образом все объяснить, вот, без ответственности, без ответственности, если вы не несете ответственности, не берите с людей деньги. Вы же не несете ответственности, работайте благотворительно. Люди со слабой психикой, то есть, естественно, не смогут люди все стать воинами, нет, как бы они не хотели. Там, где слабая психика, они просто какую-то часть пути пройдут, вот, какую-то часть поймут, а потом надо будет остановиться, я остановлю, я не дам дальше просто продвигаться, если есть нарушение психики. Зачем? Чтобы человек лишний раз срывало крышу. Но выход в параллельный мир, вообще выход в параллельный мир, это уже съехавшая крыша по-своему. Это уже жесткие другие энергии. И если вы сможете параллельный мир, его нельзя закрыть мгновенно, если вы его открыли, он как минимум три дня продержится с вами, значит, три дня надо воспринимать другую реальность, другую, и эту, и другую, мы их совмещаем в одной комнате два мира. Вот тоже, как это называется, сдуру, я приехал с Ташкента, открыл Талтеевский мир, потом три дня ванна светилась. Супруга заходит, там, или дочка в туалет, а у них стена плывет, открывается тот мир. При открытии параллельного мира посторонние люди, которые находятся рядом с вами, они тоже видят его. Это реальная, потому что вещь, вы убрали вуаль, они его видят. И это вот мир помощников и летунов, который вот открывал Остапев. Открыл в Четкальском ущелье и приехал домой, минимум 15 дней к нему никто подойти не мог. Просто не мог подойти, чувствовали силу ужасную, страшную, его боялись. Хотя он ничего не делал. То есть практически мир открылся у него. У меня был неделю, где-то, ну почти на месяц. Он не мог закрыть мир. Ничего закрыл. Нормально, познал. Приехал, давайте, Владимир Александрович, другой мир попробуем открыть. Этот он уже умеет. Постепенно, поэтапно все получается. Значит, переход в другое измерение. Если переход будет проходить плавно, мы его практически не заметим почти. то есть сейчас нам грозят сменой магнитных полюсов Земли. Говорят, что оно будет проходить 10 тысяч лет, смена магнитного поля Земли. Но будьте готовы к свечению в небе, к всяким барнормальным явлениям, и может быть перевернуться магнитное поле мгновенно. Ученые и так говорят, и так. Значит, если смена магнитного поля, значит, катастрофа. мы проигрывали с одним моим знакомым такой сценарий конца света. Вот он говорит, Владимир Александрович, а вот вы бы как, ну, если это неизбежно, если все равно конец света там, или как, как бы вы хотели его видеть? В форме четвертой мировой, третий мировой, или как вообще? Вот. Я, я уж тогда более сторонник, наверное, этого большого астероида, который падает в океан, ведет эта волна 200-300 метров высотой со скоростью вот это и будет переход тогда в четвертое измерение. Видит ее там секунды, минуты, сколько она будет идти. Нормальный космоэнергет испытает чувство восторга. Никто этого никогда еще не видел, а я вижу. Понимаете? То же самое происходит с военными, когда их здорово колбасит страх там прочее это, они тоже себя начинают уговаривать колбасит, смотри как здорово, вот никто этого не делал, а я делаю, мы же древние делали, сейчас я делаю. В этом случае он удерживается. Если люди скатываются в страх, соответственно, потеря энергетики, сжатие поля, никакой переход не произойдет. По пророчествам должны спастись всего 108 2000 людей. Всего после конца света. Но нужно 100 тысяч людей, чтобы сохранилась раса, сохранились знания. Как в кармадальной ночи говорили, науке это неизвестно. Есть ли жизнь на Марсе? Нет. Нам известно, что жизнь есть на Марсе, а вот остальное неизвестно. Почему так мало прожила Елена Блаватская? Потому что Елена Блаватская занималась грубыми энергиями, без защиты, без опыта. У нас сейчас жив прекрасный экстрасенс, это Джон Дакташили, великая Джона. Взрывная, вот, крикливая, но отходчивая. Вот, ее надо воспринимать такой, как она есть, но это не скрывается, что Джона по два раза иногда лежит в больнице в год. Вот, и сейчас Джона не работает индивидуально, она работает только с большими количествами людей и залами. Вот, это детская загрузка ее с ее молодости. Откуда она знала слово защита? Получается лечить и получается. Откуда она что-то знала? то есть, эту загрузку уже снять, например, невозможно. Вот, то же самое произошло у Гловацкой. В конце жизни она поняла, какая у нее загрузка, она поняла, на какие уровни она попадет, она прилюдно, так сказать, раскаялась, да, в том, чем она занималась, что она занималась не тем. Ваше отношение к сибирской Анастасии. Да никакого отношения у меня к Анастасии нету. Вы понимаете, ведь книги пишут не только здоровые люди, но и психически больные, вот, и частично психически больные. Если вам нравится во что-то верить, вы же все равно будете верить, зачем вас переубеждать. Вам нравится Анастасия, читайте Анастасию. Вам нравится Багирова, читайте Багирова. Нравится Гловацкая, читайте Гловацкую. Человек же выбирает по себе, мы сегодня говорили, три школы взять, четыре, там, допустим, Рауфа, Марата, Багирова и вот Нижний Новгород. Четыре школы. Все, значит, преподносят разное. Буддизм, христианство, высший разум и так себе. Космоэнергетика работает. Присобачивать можно все, что угодно. Все, что угодно можно присобачить. Поэтому вам выбирать. Если вас потянуло на высший разум, вы пошли, значит, к Рауфу. Если вас потянуло, значит, к буддизму, вы пошли к Рауфусу. Если вас потянуло на чистое знание, на чистое знание, вы приходите ко мне. Я говорю, год-полтора нужно для создания нормального воина, если он к этому стремится сам. Год-полтора. Первый эффект прослеживается через три-четыре месяца. Я умею это делать? Я делаю. Они хотят работать в ключе другом, пусть работают. Целительские практики будут работать где угодно и что угодно. Хоть к мусульманству их присобачить, что тоже было в Нижнем Новгороде, кстати, там какая-то святая Мариям, да, все она это. Не могла бы понять, что святая это одна действительно святая Мариям была, а больше у мусульман святых женщин нету. Кажется, все, может и не все. Назовите, пожалуйста, адрес сайта в интернете космопетров.народ.ру Космопетров.народ.ру Вы понимаете, у нас системный администратор, он появится в середине февраля. Вот, интерактивный, значит, мы проведем, наверное, семинар, но столько много ответов, как раньше, я дать не смогу, потому что системщик, нету системщика. Вот, а из меня компьютерщик очень слабый. Мне надо, чтобы кто-то рядом был, я поэтому не занимаюсь сайтом, занимаются люди. Вот сейчас Максим начнет заниматься сайтом, может быть, будет все более в порядке. Квантовый скачок, что это, насколько нам важно к нему подготовиться? Да не надо к нему готовиться. Не надо. Как вы можете подготовиться к тому, что сейчас пойдет вулкан, и к вам камень на голову упадет? Вы не можете выйти из зоны действия вулкана, значит, уже что же, надо смиренно ждать, либо по голове, либо нет. Нет. Обучаться пути воина необходимо только у вас или у своего учителя. Я не давал своим ученикам практики обучения на воинах. Сейчас этим занимаются вот Женя, Люда, Сережа, потихоньку я начал с ними заниматься, вот те группы у меня осталась, ташкентская группа, еще одна, которая в Нельме была у меня. Вот. Я только начал их обучать тому, как обучать пути воина. Только начал. Никто из учителей, из моих бывших учеников не знает этот путь. И ни одному из учеников год назад еще я его не давал этот путь, потому что путь был очень опасный. Пока мы не нашли безопасные ходы, чтобы можно смело было давать людям и нести ответственность за то, что ты даешь им, чтобы у них крыша оставалась на месте. Раз мы год назад это все подготовили, проверили на людях, на моих учениках, проверили выходы, три группы проверили, вот сейчас четвертая группа появляется. Нет, с моих учеников никто этому научить пока не может. Скажите, пожалуйста, если есть первый магический канал, есть ли второй и так далее? Да, семь магических частот, но еще шесть частот это пользуются колдуны России, вот, мы их практику эти частоты не берем, они не несут никакой необходимости. Вот. Все частоты работают на перенос, там работа треугольника, животная сила и прочее. Вот. Так как мы не даем дублирующие частоты, мы не даем лишние магические. Зачем? Если они нам как бы того не нужны. Как можно поставить защиту ребенку с одного года или ранее? Значит, если ребенок маленький и родничок не зарос, ну, год, явно родничок не зарос еще, вот, вы строите золотой кокон. Просто строите вокруг ребенка золотой кокон, он как бы соткан из золотых нитей. Вот. Вот это защита, пока не зарос родничок. Вот. Если родничок у ребенка зарос, то вы строите сами ему рак, ушку, пирамиду на нем строить не надо, пирамида на нем работать не будет, у него нет сностроек. Пирамида работает там, где есть сностройки в частоты. Вы строите просто ему ракушку, которая растет и будет его защищать. Остальная защита ваша, это частоты, то, что вы работали с ребенком, частоты на нем остаются, вот, таким образом. Владимир Александрович, а частоты Хуты вы сегодня расскажете, да, что там рассказывает, там работать надо с частотами Хуты. Хуты это космическая геометрия. Значит, частоты Хуты, ну, уже, грубо говоря, больше пяти лет прошло, как эти частоты попали ко мне в руки. Вот. Половина частот еще не расшифрована. Половина это как раз таки осталось на моих учеников продвинутых, которые будут расшифровывать. У меня времени нет дальше расшифровывать частоты. Там очень солидные серьезные частоты не расшифрованные. Вот. 182 частоты, которые работают на 700 с лишним заболевания. Каждая частота отдельное заболевание. Если в буддийском блоке мы, допустим, можно лечить сразу много болячек, кучу сразу там, передвигая руки и прочее, то Хуты берет конкретно какое-то одно заболевание. Вот. Результаты интересные, но давать Хуту человеку, который не работал с частотами магистровскими, не работал с магическими бесполезно. Если он не может управлять первыми блоками, нормально управлять, Хуту он тем более не сможет управлять. Значит, нормально Хуту, у меня несколько человек работают нормально Хуту, прошло все-таки где-то полгода, пока они более-менее стали научились работать. Частично еще, даже не со всеми частотами. Потом там в Хуте прослеживается волновой эффект. Пик падения, пик падения. То есть идут пациенты, все получается лучше, 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 лезет на волну космоэнергет. Вот это в Хуте. Идет спад. Меньше пациентов, меньше получается, опять подъем на волну. Но эта волна с каждым месяцем становится все ниже, 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 пока не придет прямой поток. Когда приходит прямой поток Хута, она уже остается навсегда, без скачков. Поэтому сначала основное обучение и только потом Хуту. Давать Хуту бесполезно. С этого года, вот с этого года, как раз последним ученикам, самым таким надежным, я уже буду давать Хуту не просто в посвящение, а чтобы могли научить этому другому, чтобы могли давать Хуту сами. Уже есть люди, которые более-менее к этому готовы. Как будет проходить отбор в ближайшую группу воинов-космоэнергетов и когда? Никак. Отбор идет в общении. Я смотрю, насколько человек меня понимает, как он себя ведет, как он что-то делает. Но для того, чтобы обезопасить себя от вас и не наобесобахить, вот, для этого мы взяли, заложили в космоэнергетику кое-что из древних практик. Кто заходил на сайт ко мне, вот, видел там сказки. Сказки для воинов называется. Я сказал так, если человек придет ко мне и любую сказку мне объяснит, про что в ней написано, любую одну из четырех сказок, я для этого человека сделаю все, что угодно. То есть должно пройти определенное время, чтобы он понял эту сказку. Там сказка про инута, кто-то начинает родню считать, кто чья родня, там, не надо этого делать, там совсем другой заложен смысл. Соответственно, есть определенные задания, которые дает учитель. Вот он говорит, вот сделаешь вот это, вот это, вот это, вот это. Когда сделаешь, приедешь. И ученик месяц, два, полтора, неделю, кто-то полгода, нет времени, вот он добивается какого-то результата. Приехав с результатом, продолжается обучение дальше. Если до вас что-то не дошло, идти следующая ступень бесполезна. Мировоззрение меняется полностью. Тот, кто серьезно занимается космоэнергетиком, становится другим человеком, совсем другим. Единственное, что его нельзя назвать хитрым, его можно назвать умным, он находит там ситуации определенные, как уйти. Это абсолютно другой человек, абсолютно лояльный, спокойный, тихий, улыбчивый, никого не обижающий, никого не трогающий. Ему не до этого. У него куча знаний, которые надо развивать. Так, Владимир Александрович, имеете ли какие-либо частоты, свое измерение в герцах? Просьба привести пример или их размерность, порядок. С уважением, Дмитрий. Значит, я по образованию не физик, не математик, у меня медицинское образование. И заниматься расчетами мы специально не занимались. Заниматься экспериментами мы занимаемся до сих пор. Воздействие частот на микроорганизмы, на прочие вещи. Это потихоньку занимаемся. Но сейчас с Махачкалы пришла первая часть статьи о космоэнергетике. Наш любимый Руслан Агай, который пишет эту статью, он уже, значит, я не успел просмотреть, мне ее только привезли, я так мельком глянул, там уже десятка-три формул, которыми он доказывает существование космоэнергетики. Но это должен делать не я, это должен делать специалист. Вот, видимо, он и начал это делать. Этот человек действительно очень умной, он мне очень понравился, это человек, который за 10 минут, имея простую доску и кусочек мела, за 10 минут объясняет теорию относительности так, что вы все понимаете. А? Это вот надо у Людмилы спрашивать, у Людмилы Борисовны, где взять его книги. Где у нас Людмила? Вот, видишь, уже книги Руслана просят. Людмилы Борисовны, вот давай, ты увезешь немножко нашего, а мы потом от него получим, дадим людям. Люд, как правильно его фамилия? Ну вот, здесь опять такая, расскажите о параллельных мирах хотя бы вкратце. Ну, Талтекские миры, например, вот два Талтекских мира, это мир цвета, мир цвета, где живут энергетические существа, энергетические изгустки, разумные, вот, у которых подклитка идет за счет электромагнитной волны, за счет цветовых гамм. То есть, они питаются цветом, а там, где цвета питаются цветом, там нет ни войны, нет прочего, но мир все равно для их незаконной, для нас малопонятный. Но самое главное, это пограничные состояние видения этого мира, или там мир летунов и помощников, который открывается, ну, может быть, кто-то в детстве, а может и не в детстве, мир летунов видел, вот здесь, в зале, может быть, по крайней мере, я в детстве видел его не раз. В основном, это все-таки в своих домах чаще происходило, когда вы смотрите на стену или на потолок и видите, как паутину, так что-то, темные пятна. Чем больше вы на них смотрите, тем больше они сужаются, да, и потом начинают бежать по стене вниз. Вот это как раз летуны. Вот в детстве мы видим эти вещи часто, даже играем, да, ой, смотришь, пятнышко побежало, неосознанно, вот пока маленький. Открывается этот мир, начинает с потолка сыпаться все, что угодно. Появляются странные животные, не похожие на наши, которые, если сильно себя обозначить, даже начинают нападать. Спускаются такие типа медузы с потолка, все это течет, все это меняется. О параллельных мирах очень трудно рассказывать, это надо видеть, это надо просто смотреть. И то видение, о котором мы говорили, оно нужно для работы. А видение параллельных миров развивать не нужно. Если вы убрали вуаль, вы его видите нормальными глазами. Можно подставить, допустим, под эту опускающуюся медузу энергетическую руки, ничего не произойдет. Страшного ничего не будет. Но если вы начнете ловить эти существа, начнете колотить и хлопушкой, конечно, вы получите удар. Вы вмешиваетесь туда, куда не надо. Это надо видеть, об этом невозможно рассказать. Так, Владимир Александрович, мальчик, о лапеце, обрысение, как быть? Если там остались луковицы, луковицы, если остались, то можно с ним работать. Можно работать святым Мухаммедом, можно работать чистотой сурисомой. Лысину можно нарастить и мне. Без проблем. Значит, у меня здесь был замк, и кто его знает, вот, он попробовал технику, там, значит, нашей энергии, плюс травы немножко и кристаллы. За два месяца он себе нарастил приличную шевелюру, у него больше, чем у меня, так уже зачёсываться стал, но так, как он тоже ленивый, вот, забросил, опять начало редеть. Вот, значит, эту технику мы сейчас будем давать новым ученикам, как наращивать лыщину. Такая вот техника есть. Но для этого должен сохраниться какой-то пушок, чтобы была живая луковица, хоть частично, чтобы ожирить её. Если луковицы там нет, то нечего наращивать, ничего не нарастёт. Если я магистр, сколько нужно назначать сеансов пациенту? Менее десяти или все так же, как раньше? Я не знаю, как раньше. Вот. Значит, одиннадцать сеансов на язву желудка уходит у меня. Одиннадцать сеансов. Можно убрать язву за два, за три сеанса. Даже, может, иногда за один. Но результат надо закрепить, поэтому двадцать один день и одиннадцать сеансов. По пятнадцать-вадцать минут сеансов на язву желудка. Значит, это просто проверенный вариант, что на язву больше вроде бы как времени и не нужно. С другими заболеваниями мы же все разные. У нас же разные энергии, у нас разная кармическая загрузка. Поэтому сроков никаких в космоэнергетике не существует. Десять сеансов, отдых, опять десять сеансов, десять сеансов, отдых, опять десять сеансов. Это уже все, это бред севикобыл. Мы даем отдохнуть пациенту, даем, когда он привык просто к частотам, и все. Ну, на камне, в почках может уйти три дня, может уйти неделя, а может уйти две недели. То есть человек же индивидуален, и нельзя забывать, что 20% у нас отсев. Но 20% не получается, ну никак не получается, получается меньше. Меньше, меньше отсеиваются. Один человек из 100, два человека из 100 отсеиваются. Но эта ошибка, она всегда накапливается. Придет время, когда вы месяц вообще работать не сможете с пациентами. Хорошие люди будут приходить, а все, опа, и остановились. Накопилась ошибка, должны отдохнуть сами. Вот. Нет определенных сеансов, когда вот нужно столько провести, нужно столько. Все же люди индивидуальные. Вы пришли к врачу-терапевту, он вам не говорит, что он вам пилонефрит вылечит за месяц или за год. Он вас просто лечит, верно? Чем мы отличаемся от врача? Ничем. У нас тоже какие-то сроки есть. Просто быстрее. Просто без медикаментов и более надежные. Сроков нет. Ну, такая-то истоки о космоэнергетике. И дальше тут об острове космоэнергетики. Так как общеизвестно, что на Земле нет абсолютно нового знания. Да, абсолютно верно. Здесь человек прав. Новых знаний нет. Все новое, хорошо забытое, старое. Когда оно было? 20 тысяч лет назад, 100 тысяч лет назад, в этой цивилизации, в другой, но оно было, оно присутствует. Но присутствует обязательно и новое. Эволюция. Вселенная развивается, появляются новые энергии. Есть частично, конечно, космоэнергетика построена на древних знаниях. Частично. Частично это действительно новые знания, которые уже пришли за счет эволюции. Энергии, они тоже эволюционируют, они тоже меняются. В шкуре Багирова пациенту ставят на огненный колодец. А я слышал, у вас другой прием работы. Да, колодец мы действительно у пациентов открываем другого цвета. Это голубой туман с электрической... Это голубой туман с электрической искоркой. Огненный колодец открывается при работе с сущностями, когда мы выгоняем сущность, когда мы сжигаем сущность. Значит, давайте говорить так. Если мы живого человека живого поставим на огненный колодец, ведь он же сгорит. Вот поэтому мы выжигаем только сущность. Мы не пользуемся огненным колодцем с пациентами. Мы вредим пациенту. Мы даем другие энергии с огненного колодца. Ну тогда уж лучше черное открывать, сразу грузить пациента и все, под завязку. Нет, колодец у нас другой. Значит, люди, которые остались ортодоксами, которые учились 7 лет, 8 лет назад у меня, 9 лет, у меня тоже в то время таких знаний не было. Они остались на том уровне, на старом. Вот. Значит, в распечатках там, в первых распечатках, как я прислал в Москву, Багирову, так они остались с ошибками. Они так и идут в книгах с ошибками, их никто не исправлял. Они остались на старом уровне, они этого не отрицают, они не хотят новых знаний, говорят, нам и так хорошо. Ну и ради Бога, да. Вот. Большого вреда вы огненным колодцам не принесете, но и определенный энергетический сбой, с дисбалансом вы делаете в организме человека. Мы за счет дисбалансов энергии, как раз сущности, и выгоняем. Утренний туман. Можешь представить? Густой утренний светлый туман. Он такой голубоватый, да? Вот в колодце плавают облака этого тумана. Дно не видно, стенок не видно, в огненном видно стенки, видно дно. В этом не видно ни стенок, ни дна, и по туману проскакивают электрические искорки. По поводу обид и духовности. На диагностике я работаю с пациентом в основном по Лазареву, объясняя ему возможные причины его заболевания. Потом ставлю на сеанс, человек становится лучше, налаживается быт и так далее. Так мы и говорим, что за счет наших частот человек меняется и налаживается быт. по поводу Лазарева я уже сегодня говорил, это цыганка. Лазарев это натуральная цыганка. Сколько ни брать книги Лазарева, я вообще не люблю о других людях что-то говорить, но здесь надо говорить. Открывая Лазарева, любой человек найдет под себя. Любой, как цыганка, да? Вот под общую массу людей, пожалуйста, вот все-все-все-все-все-все. Конечно, определенный, определенная польза с книг Лазарева есть, безусловно, но не такая большая, как вы думаете. Все-таки это просто так гениально подогнали на кучу людей. Вспомните, при Горбачеве выходили в брошюрки такие тоненькие-тоненькие, да, там буквально 20 листочков, вы можете высчитать, кто вы были в прошлой жизни. Да? Помните? И все ведь высчитывали с умными лицами. Это тоненькая книжечка. Значит, все почему-то там астрологи, магии, почти никто рабочим не был, да? Было 30-40-50, что может быть, я не знаю, да? Профессии древних такие. Вот. Да, действительно, можно высчитать, кто был человек в прошлой жизни. Но на это уходит четыре с половиной часа минимум. То есть человек специально настраивается под определенные энергии и сам начинает считывать свои прошлые жизни. Это муторное, утомительное, никому не нужно. Вот. То же самое происходит у Лазарева. Все подходит, да? Чего не посмотришь, все подходит. Если вы какое-то сопереживание имели, работая с этой книгой, вы получили какой-то результат, если вы просто прочитали, результата нет. Но вы же можете взять какой-то романчик, там, я не знаю, да, любого писателя, порыдать над этим романом, но у вас же тоже поменяется энергетика, поменяется внутреннее состояние. В Лазареве я не вижу никак, я в космоэнергетике не вижу панацеи, а в Лазареве тем более. Вот. И вот он человек спрашивает дальше после Лазарева вопрос, работают каналы или человек сам себе помог? Ребята, а какая разница, если по большому счету? Каналы работают, сам он себе помог или вы ему помогли? Какая разница, у вас есть результат? Если уж по большому счету, если забросить частоты, какая разница? Важен же результат. Он и сам себе, безусловно, помог. А магия тайны, когда вы приходите к бабушке какой-то колдуньи, да, она там у вас отчитывает что-то, что-то, она же шепчет, 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 вы прислушиваетесь, прислушиваетесь, ни одного слова разобрать не можете, одно там два слова разобрали. Это магия тайны, этому обучают в российском органе колдунов. Человек напрягается, он начинает прислушивать, он концентрируется. Да много техник разных? Если можно подробнее насчет алкоголизма, нужно ли их лечить? Ребят, если человек сам хочет, бросить, но не может. Алкогольная зависимость, она и как никотиновая, очень плотная. Почему же не помочь? Что же, ага, раз он алкоголик, он не человек, да нет, наверное, что человеческое все равно в нем есть, надо лечить любого. в связи с открытием интерсионных полей и так далее будут пересматриваться описания физических явлений и эффектов исцеляющих непонятно. Так, может ли настройка или прямое знание помочь в установлении истинных механизмов? Да, конечно, может. Конечно, все это, все это, все это реально, все это возможно. Значит, по поводу торсионных полей. Торсионные поля, это уже давно не новинка и не крик и не писк моды. Надо читать Шипова, надо читать Гальцева теорию струн. Вот, Шипова, я говорю, уже вообще запретили публиковать, потому что человек путем прямого знания получает такие знания, которые уже не разрешают публиковать. Ищите новые знания, все будет нормально. чувствую необходимость в коллективном общении четыре частоты несколько месяцев назад. планируется, а может быть уже есть в Москве какой-либо клуб или школа с такими, ну, для общения, кроме вашего сайта и книг. Фусор. Значит, есть такая идея, есть такая идея открыть, открыть закрытый клуб для людей, занимающихся экстрасенсорикой. Не просто космоэнергетов, а вообще всех. Вот, люди, которые могут где-то в закрытом клубе пообщаться между собой. Ведь есть масса людей, которые просто не могут никому рассказать, что они видят и что ощущают, чтобы их не приняли за сумасшедших. Так вот, они там общаться будут с себе подобными, где им что-то можно объяснить. Да, такая штука планируется, но когда, не знаю, посмотрим, это зависит не от меня. Я не занимаюсь администрированием, это больше должны все-таки администраторы заниматься такими вещами. Так, телефон я уже свой сказал. Ваше мнение о доцифровом канале. Ну, про доцифровые каналы, про молодец, как мы уже говорили. лечил пациентку за чисто символическую плату. У пациентки пошли материальные потери. Есть ли моя вина? Нет. Каждый выбирает по себе. Каждый. Каждый решает, брать пациента деньги или не брать. Кто-то берет символическую плату и вообще относит ее в церковь или в пациентки. В моей жизни работать с пациентами мне пришлось очень много. Через меня прошли тысячи людей. Но ни с одного из них, почти ни с одного из них, у меня был период жизни, когда было настолько тяжело, что я две недели брал с пациентов какие-то там деньги. Ну, бывает. У каждого в жизни бывают разные ситуации. Поэтому вся моя работа с пациентами, где бы я не работал с пациентами, с пациентами я всегда работал на государственных предприятиях. Там, где мне платило государство. Значит, одно из предприятий ташкентских, очень большой завод государства в государстве, на котором я работал, завод мне платил, если работяга, хороший работяга, специалист месяц работал и по тем временам получал 35 тысяч нашими деньгами, по тем временам, я получал 375 тысяч месяцев. В 10, 15 раз больше иногда, работяга. То есть завод посчитал экономический эффект, сколько я ему приношу на больничных, на здоровье людей. Прибыли и получили мне такую зарплату. Я с пациентов денег не могу брать вообще, но это мое личное, личное, это не указание в действиях. Это только мое. Я так хочу, я так делаю. Но я беру деньги за обучение. Потому что эти деньги, как правило, у многих людей просто отбиваются. Они возвращаются назад. Никакой вины здесь нету, что вы брали символическую плату, у него пошли материальные вещи, потери. А вот если этот человек, который стоял у вас на сеансе и думал, что вот я мало даю, вот как бы мне не было плохо, вот тогда частоты могли срезонировать в этом ключе. Ну, я думаю, вряд ли, но могли. самое неприятное вообще, когда работаешь с пациентами, это первый сеанс и последний. На первом он думает, сколько дать. Да. И думает настолько долго, что, как правило, я все время говорил так, давай закончим, давай вот мы тебя вылечим всего, а потом поговорим. И вот последний сеанс, нет камней, нормально связывая желудок, все хорошо, вот он приходит и последний сеанс, у него только одна мысль, вот столько много, вот столько мало, он никак не может найти середину. Ну, это действительно, мы остаемся людьми. Кончается тем, что я говорю, вылечился, вылечился, пошел вон отсюда, все. Вот, но это мое мнение, то есть, по поводу брать с пациентов деньги, не брать, это ваше личное решение. Отнести десятину в церковь или что-то там в мечеть, или помочь нищим, это ваши проблемы. Или не дать никому ничего. Вы знаете, большинство людей, большинство людей, целителей, они начинают все-таки работать с того, что кто сколько даст. денег. Где-то это правильно, где-то. Но с пациентов в принципе деньги надо брать. И желательно брать деньги немаленькие. Вот, объясняю. Как только вы начнете брать чисто символическую плату, к вам перестанут ходить, вам перестанут доверять и перестанут четко ходить на сеансы, будут пропускать сеансы. Как только вы искали 50-100 долларов в сеанс, все, он будет лечиться, он будет вас слушать как Бог, он будет выполнять все, потому что он платит. Поэтому по деньгам решать вам. Но если целитель подумал, что ему мало дали, вот, как бы ему много потом не дали. Это деньги, это энергия, думать о деньгах дело гиблое. Может быть и так, что целитель подумал, но думать так нехорошо. поэтому поэтому нужно философию читать эти вещи и развивать себя, чтобы пойти к не так, что Продолжение следует...